мимо рамки подойдете по очереди, я еще в очереди стою, мимо рамки можно пройти? когда очередь дойдет, я с вами пообщаюсь, когда очередь дойдет я подойду когда очередь подойдет мое законное требование у нас есть маска да, это мое законное требование среднего пристава вы говорите законное требование, основанный на законе 118 федеральный закон почитайте Вот это вот то, что у вас одета, это маска? А это не маска по-вашему? Там в законе что сказано? Нужно носить маски или средства индивидуальной защиты? Это не в законе сказано. Это в постановлении губернатора сказано. Но вы же ссылаетесь на закон? Я ссылаюсь на закон, то, что мои законы и требования, они обязательны для всех граждан Российской Федерации. А, 118-й это закон о трестках, да? Да, об органах принудительной исполнения. А основание, вы сообщаете постановление, правильно? Конечно. Губернатор? Конечно. А губернатор у нас является законодательным? Губернатор это законодательная власть, если вы не знаете. А мы исполнительная власть. Губернатор издает законы? Вы мне тут зубы не заговариваете. Я вам сделал последнее замечание. Либо, если вы не надеваете, либо не покидаете, я вам, что старая протокол, это совсем правильно. Я вас услышал. Под принуждением. Под принуждением. Это не принуждение. Принуждение. Вы либо надеваете, либо покидаете помещение. Под принуждением. Ваши требования не основаны на законе. Подержи, пожалуйста. Можете даже обжаловать мои действия, если считаете нужны. Номер, значка покажите, пожалуйста. Потом покажу я вам. А почему потом? Вот сейчас подойдете, я вам покажу. А почему маску сейчас, а значок потом? Потому что я сейчас не считаю, нужно снимать мою защиту. Какую защиту? Не надо, вон, просто этот, значок. Я не могу вам показать, не надо будет снимать. А, маска мешает? Понятно. Давайте отойдем, поговорим. Надо было просто надеть маску, а не туда справиться. Так вам надо, вы одевайте. Я вам тоже сделал замечание. Я попробую одевать. Давайте только я все ваши данные сейчас напишу. Запишите потом, я ничего не скрываю. Тогда сейчас я пройду мимо этого. Запишите, я ничего не скрываю. Надевайте маску. Рекомендательный или это обязательный? Это мое законное требование. Еще раз повторяю. Я вас сейчас привлеку к административной ответственности. Ставлю протокол об административном правонарушении. Давайте мы с вами. Я сейчас вызову сотрудников полиции. Ставлю на вас. Вы отказываете за сейчас. Надевать маску отказывать? Вы находитесь в помещении. Не отказывайся. Вы находитесь в помещении. Требую предоставить сертификат соответствия на маску. Вы находитесь в помещении. Вам надо надеть маску. Согласно 417-му постановлению предоставьте средства индивидуальной защиты. Будете надевать, либо покидайте. Предоставьте. Будете предоставлять маску. Предоставьте средства индивидуальной защиты. Согласно 417-му постановлению. Я что-то непонятно, что я объясняю вам. Вы что? Я сотрудник органов трудительного исполнения. Имя, отчество, фамилия. Это сейчас не обязательно. Как не обязательно? Тогда зачем меня ограничиваете? Потому что вы нарушаете постановление губернатора. Вы нарушаете постановление губернатора. Вы что законы это? Это уже другой вопрос. Все. Вы сейчас ограничиваете. Мы сейчас не... Пройдемте со мной. Так, руки. Руки. Пройдемте со мной. У меня не близкая сила. Руки. Руки. Жек, Людмила, надень маску. Я одену, одену. Я же еще не дошла. Вы надеете, вы входит в помещение. Людмила, Людмила. А что вы меня толкаете? Отойдите от меня. Вы отойдите от меня. Я в очереди стою. Вы его покидаете, либо составляете. А я что делаю? Вы что, меня обязываете? Я вас обязываю, да. Ах, так. Все. Извините. Да, я вас обязываю. Извините, меморамки можно пройти? Нельзя, меморамки пройти. Под принуждением? Да это-то. Под вашей ответственность. Я же вычисли. Как вам поедет? Правильно. Так же я их. Буду полную программию. Да? Да, вы видите. Полтора метра от рамки. Пишите вайданы. Документ давайте. Сейчас, секунду. Вы хотите удовлетворение показать? Я вам уже показываю. Сейчас, секунду. Я живу человек-мужчина, с искусственным именем Антон. Наверное, генеральный распределитель данной персоны. Это не для вас. Можете игнорировать. Ваше это требование или рекомендация? Конечно, это требование. Основное на законе. На каком? Не чреваливаюсь. Иди давай быстрее. Спокойнее. Вот здесь показывает. 209. Где? Вот там. Здесь? Да. Под вещами показывает. Это досмотр или осмотр? Вот это что? Это градусник. Покажите. Откройте, покажите. Все, дальше. Дальше покажите. Номер значка расскажите, пожалуйста. А вот удостоверение запишите. Номер 315-781. Кильжанов Умар Аразмабетович. Действует до 31 декабря 2020 года. Благодарствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Елена Катроновна? Да. Здравствуйте. К 9 часам повестку получил? Да, все. Кто я вас извещал? Вас четвертый извещал. Потому что она принимала, что выводите от этого. А что делать? Во сколько судебно вы с вами? Да, я не живу в очереди, поэтому... Опять до вечера будем тянуть? Ну, постараемся. Нет, постараемся. Это один из какого-то дела. Потому что понимаем, что все любят три вида расписок. На пол, все по-моему, работают. В порядке живой очереди? Да, в порядке живой очереди. А зачем кто-то туалетку присылает? Я ничего не понимаю. Я прислала, я прислала. Вы меня приглашаете в сохранении всех прав и свобод? Да, проходите. Благодарство. А где? Судья. А уже заходите. Елена Петровна, где? Выйдет, конечно. Я подожду, пока она придет. Почему? Вы меня приглашаете? В сохранении всех прав и свобод. Благодарствую. До начала судебного разбирательства я хочу сделать заявление. В заявлении давайте соблюдать порядок. Порядок соблюдается в судебном заседании. А я до судебного заседания хочу сделать... Нет, я бы хотел сделать заявление. Я живой человек, мужчина, созданный именем Антон. Это истина проявлена 22 июля 2018 года на федеральном канале НТВ. И никем до сих пор не опровергнута. Что означает? Она стала презумпцией истинной на веки вечной и через 30 дней после выхода ролика на экраны ТВ. Видео доступно в сети интернет под названием НТВ признала живого человека. Благодарствую, Сургус. Кавычки закрываются. Между мной и Творцом нет посредников. Нахожусь здесь под принуждением. Сохраняя за собой все права и свободы. Хочу для себя прояснить следующие вопросы. Является ли суд суверенным? Второй вопрос. Имеет ли суд право судить живого человека? Третье. Обладает ли суд достаточной фидуциарной материальной ответственностью, чтобы нести ответственность международным суде и трибунале? Четвертый вопрос. Понимает ли король Елена Петровна всю глубину ответственности перед Творцом за совершаемые действия над живым человеком, мужчиной? За разрешение на оплату каких-либо услуг и действий живой человек, мужчина, никогда не давал и не дает. Так как ответов на вопросы не последовало, то это подтверждает отсутствие полномочий и правового статуса суда. По праву высшего статуса и права в данном помещении, закрывая все действия, лишая суд всех презумпций и требуя покинуть помещение. Без ущерба, без акцепта, без оборота на собственность. Под принуждением человек, мужчина Антон, под вашу ответственность. Данное волеизъявление зарегистрировано в канцелярии. Вы его хотите приобщить к материалам дела? Естественно. Пожалуйста. Это волеизъявление, адресованное именно к вам. Что? Через канцелярию приобщено. Так, все у вас. Вы собираетесь подтверждать свои полномочия и покидать это? У вас все. Я вас лишил всех презумпций. Будьте добры, удалитесь из зала. Я удаляться не собираюсь. Не собираетесь? Да, я вам объясняю порядок от накопления делов. А на вопросы ответите? Я вас не знаю, что я не знаю. Елена Петровна. 9-7, все в свою очередь, не переживайте. Поэтому при рассмотрении дела... Ну так в свою очередь. Я зачитал в издевлении. Я требую, я требую... Заседание еще не открыто. Я требую ответить на вопросы. Является ли суд севереном? Я вам объясняю порядок от накопления делов. Нет ответа. Имеет ли суд право судить живого человека? Я вам еще раз объясняю положение. Нет ответа. Третье. Обладает ли суд достаточной федуциарной материальной ответственностью, чтобы нести ответственность в международном суде и трибунале? Я еще раз повторяю вам положение. Уклоняйтесь от ответа. Нет ответа. И четвертый. Понимает ли король Ильина Петровна всю глубину ответственности перед творцом за совершаемые действия над живым человеком и мужчиной? Полный игнор. Все ответственности на вас перед творцом. Лена Петровна, будьте добры, не закрывайте, пожалуйста, рот рукой хотя бы. Я вас плохо слышу, будьте добры. Пожалуйста, говорите погромче. Проверяются полномочия в законах, что не только мастерского или юридического. Все равно тихо. Ну как могу, так и объясняю. А вы можете без маски говорить? Нет, к сожалению. Выясняется, извещены, что участники производства поделают установлено порядки, но и на них нет причин, но и на них нет причин, но и на них нет причин, но и на них нет причин. Продолжение следует. Выносится определение о предложении рассмотрения дела. В случае поступления заявления самоотрудия в отходе сути, отхода специалистов. Продолжение следует... 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 отклонено с основаниями и предрассудками нету и сургутского суда не только хмал нет они в налогове не зарегистрировали откуда они деньги получают вот в чем вопрос и на каком основании зарплату они получают народ пишет ничего не могут ответить из-за этого не судебно потому что все равно наверно на встречу народа вам придется все равно уже казани суханов очень приятно потому что казани уже с полицией милиции уже на работу беру я извиняюсь просто можно можно если можно впервые лицо в черной мантии в моей жизни на 20 процентов участвовал впервые удалилась в совещательную комнату чтобы вынести ходатайся это определение по ходатайся от белянина и судья же убежала нет я говорю при мне у меня жизнь каждый человек именно он имеет свой суверенитет она именно правильно в плане если она что-то ошибаться будет это народное собрание мешает я как-то разбирался у каждого судьи именно он означается по приказу президента и если допустим каждый человек суханов евгений евгений вы заметили как суде уклоняется от предоставления любых документов так называемый суде вас ты не удивляет никаких антификационных данных зайдите ко мне на страничку фейсбук там да ищите 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 и флаг слева лево судья все-таки здесь российская генерация это не знамя это флаг знамя с этим что пошла с штиком флаг без флагшток флаг без флагшток это на чем держится именно я не знаю как вот это вещь и знамя называется который генка господа на елочку такая пика без пики это флаг может после принятия конституции они умрали эти пики типа все легализовались на счет меня все в интернете а насчет вас давайте паспорт вообще вас не удивляет то факт что ему лишь бы тянуть лямку домой и тесто это же там только на входе бультерьер весь такой крыло махастый в перьях весь а ему чё отстояло домой ребят так мне жалко честно говоря хотя жалить нельзя потому что каждый человек должен осознать хочу жалеть они добровольно пошли они могут запросто в улице пойти выбрать другую работу но ниже этого не делал это их воля все готовы до конца рабочего дня сидеть я до 11 сержавой буду младошкой а че здесь сидеть до конца рабочего дня уже все понятно сейчас выйдет скажем не факт что выйдет может вообще не выйти но выйдет мы собираемся да пошли че еще нет выйдет в минутах там сержавой выйдет но не обязан но не обязан если есть скажет по интернету по интернету посмотрите я там что написал там решение будет да мировых судей вместе с приказом о моем изначале ты знаешь если убили человека то нет разницы один человек об этом заявил или 20 человек об этом заявил все равно чайку убили если допустим группа человек убил одного человека это совсем другое наказание а если один человек убил это другое не согласен с тобой полгорода ездила на 8 лет на опасных листах лифта не знали угроза жизни и здоровья кто-то пострадал как-то не знали многие жаловались но страдал а вот неизвестно они даже расставление в опасности тоже слушайте не перебивайте чего за привычка перебиваю давайте тогда руку поднимать вот я поднял полгода 8 лет весь город ездил на опасных лифтах она взяла устного это предупреждение вынесла управляющей компании это что такое вот если у вас допустим дети там есть родственники они же тоже на этих лифтах ездили она она выносит устное предупреждение и прекращает административное дело то есть ответственность не избегает управляющих это я считаю что нет потом знаешь как обычно происходит погибли человек и управляющие и управляющая компания быстро банкротится ой извините кто-то там техник какой-то не досмотрел они тоже люди ошибаются плане того что если они что-то выносят просто потом если что-то не вынесли опишешь к жалобу надо жалобить и больше ты хочешь сказать что она ошиблась она не она не могла ошибиться не могла ошибиться каждый человек может ошибиться судья может ошибиться если что-то случается прецедент сейчас я вам скажу подожди я просто поясню жил надзор у него который подал в суд на управляющей компании они были подожди не перебивай они были листом они у них было 10 дней на обжалование данного решения они не обжаловали то есть они согласились они согласились что опасные для жизни здоровья лифты 8 лет для всего города это надо это нормально это устное предупреждение все там прям четко формулировать связи с малозначительностью правонарушения то есть они тоже посчитали что это малозначительно вот эта угроза жизни здоровья всему городу в течение 8 лет хотя жил надзор по идее должен саблет контролировать проводить проверки эти все управляющие компании строите чтобы они вовремя меняли эти все лифты и содержали в надлежащихся человек который подписывал эти документы именно технику безопасности и все остальное он видишь под себя брал ответственность за все отвечает директор но она отвечает на случай брусин алексей александрович не пострадал откуда ты знаешь он брал под свою откуда ты знаешь в данном случае есть пострадавших деле я не знаю не видишь ты не знаешь значит не было нет это не знать что не было понимаешь все еще то вот одну сторону занимаешь и без точки позиции пытаешься это нас переубедить что под тем не документами имеется если у человека стоит допустим во дворе неисправная машина и допустим там газовые все оборудование она неисправная и она стоит там допустим пять лет дворник там не догадывал там кто-то кто-то но это же не говорит что этого человека надо сажать короче он отвечает за свое это да сажать его нет ничего не случилось если бы это взорвалось бы еще чем-нибудь тогда у него было бы уголовный ответ надо было доказать именно из-за чего она взорвалась просто это как минимум халатность они должны были поменять лифты но предупреждение человеку и же уж нельзя какому человеку тут нет человека нет я имею ввиду да но суть в том то что тут же с лифтами человек который именно там висит он наберет ответственность за эти лифты если бы что-то случилось вот и он ответственно за все отвечает директор нет неправильно если предположим что у лифта 25 лет то почему не эксплуатируется 32 года она долго будет выносить определенно узнать можно постучаться вне территории зато 20.19 не мне моей персоне точнее не моей вообще персоне там не было ни шлагбаума не знаков ничего до января надо ждать что они не затягивают процесс а здесь кошмар какое неуважение и она разве заслуживает уважение нет конечно через некоторое время на улице уволим мы еще и открылась или закрылась громче говорите пожалуйста я вообще ничего не слышно в отношении булгакова антона николаевича установил при рассмотрении дела административного правонарушения в отставила ходатайства обеспечением идей трите на протокол судебного заседания эте правила судебного заседания перерассмотрение дело административным правонарушения соответствии со статьей 25 1 кодекса д trust кинта и еще не видится лучников обозвращения а также пользоваться имперсионными кровами в соответствии с данным кодексом изучит Поступившее хозяйство, ознакомившись с материалами дела в административном правонарушении, мировой судей не находит оснований для удовлетворения поступившего хозяйства ввиду следующего. В соответствии со статьей 29.8 Кодекса в административном правонарушении введение протокола является обязательным при рассмотрении дела в административном правонарушении к региональным органам. Как следует из материалов дела в отношении Булгакова возбуждено дело в административном правонарушении предусмотрено статьей 20.19 Кодекса административного правонарушения. Названное дело подлежит рассмотрению мировым судьей единолично. Соответственно, ведение протокола при рассмотрении дела обязательно не является какими-либо объективными причинами, обуславливающими ведение протокола в податости неприведенной. При таких обстоятельствах мировой судей не находит оснований для удовлетворения заявленного ходатайства. На основании изложенного и руководствуясь статьями 24.4.9.12 Кодекса административного правонарушения мировой судья определил удовлетворение ходатайства обеспечения ведения протокола в судебных заседаниях и аудиопротокола в судебных заседаниях при рассмотрении дела административного правонарушения в отношении Булгакова Антона Николаевича. так письменное определение вынесли да у меня следующее ходатайство воле изъявление так производстве мирового суда города сургут находится делами стрим так соответствии с правосудия полицейские военные чиновники бывают категорически против видеосъемки по закону права на подобный запрет у них нет даже даже должностных лиц находящихся при исполнении фотографировать и снимать на видео можно беспрепятственно пункты 4 и 5 статьи 29 конституции российской федерации гласят каждый имеет право свободно искать получать передавать производитель распространять информацию любым законным способом перечень сведений составляющие государственного тайна определяется федеральным законом гандель гарантируется свобода массовой информации цензура запрещается согласно статье 3 федерального закона российская федерация противодействия коррупции принято 25 декабря 2008 года номер 273 фазы что в рамках антикоррупционной кампании деятельность государственных и районных управленческих организаций должна быть прозрачной открытой закон гласит что за столице препятствующие видеосъемки будет привлечено к административной ответственности если посредством видеосъемки запечатлелось должностное преступление данного сотрудника например получение или выдача взятки закройте пожалуйста окна например получение или дачи взятки или еще каким-либо способом нарушил закон его противодействия оператору в будущем будут расценены как препятствующие следствия закон предусматривает полномочия граждану лично отслеживать качество работы вести видеосъемку наблюдая за представителями органов государственной власти федеральных органов членов партии и должностных лиц когда те находятся при исполнении действует таким образом гражданин может как в личных так и в общественных интересах законное право скреплено пунктом 3 указа президента резиденции федерации 31 декабря 1993 года номер 23 34 редакции от 1 0 9 2000 года а дополнительных гарантий прав граждан на информацию не потерявшего актуальности в наше время согласно постановление федерального закона об информации в информационных технологиях информационных технологиях и защите информации представители государственных органов мвд спецназ не имеет права отказать информативном доступе к своей деятельности налагать запрет на видеосъемку это касается всех должностных лиц в том числе и так называемых судей это положение действующего закона не теряет актуальности даже если заинтересованное лицо не является представителем средств массовой Согласно приказу МВД, принятого 2 марта, сотрудник ГИБДД неуполномочен запрещать участникам дорожного движения записывать аудиоматериалы. Запрет на видеосъемку по закону может иметь место в случае наличия такого в действующем законодательстве РФ. Если запрет существует на законодательном уровне, сотрудник ГИБДД обязан проинформировать об этом гражданина, производящего видеосъемку. Выписывание в данном случае штрафа и агрессивные препятствия видеосъемки со стороны сотрудника и должностного лица. Недопустимое превышение должностных полномочий. Запретить фото- и видеофиксацию судей имеет право только в двух случаях. При наличии оснований для проведения закрытого судебного заседания мы находимся, возможно, в открытом, но неизвестном судебном ли, в ситуации, когда проведение указанных мероприятий может привести к нарушению фундаментальных прав, свободы и законных интересов человека гражданина. Принимая во внимание, что введение видеозаписи имеет существенное значение для правильного объективного решения дела, руководству участия 11 ст. 25.1 КАП РФ требует снять запрет на введение видеозаписи процесса и разрешить введение видеозаписи процесса судебного разбирательства посредством мобильных телефонов и ноутбука. 2. Рассмотреть ходатайство требований немедленно в случае отказа в удовлетворении данного ходатайства требования, немедленно вынести письменное мотивированное определение с отражением разъяснения. 2. Статья 24.4. Статья 29.12 КАП РФ 3. Приобщить данный документ к материалам дела номер какой-то в качестве письменных доказательств. 3. Кстати, вы это ходатайство приобщаете к материалам дела? 4. Ваше ходатайство предупредение? Конечно. 4. Без ущерба, без акцепта, без оборота на собственность 21.10.2020 года под принуждением человек-мужчина Антон под вашу ответственность. 4. Ваша ходатайство предупредит в любом случае? 5. Я его подаю в письменном виде и требую внести письменное определение. 5. Ваша ходатайство предупредит в материалам дела вы для изъявления ходатайства требований, о виде видеосъемке в проценте. 5. Прекрасы тут не больше. 6. Сминайте, пожалуйста. 6. Так, ну что, начнем? Подождите, это не все. 6. Ну подождите, я же вас ждал. 7. Мы вас ждали. 7. Ну а я готовлюсь к видеосъемке. Это не быстрый процесс. Так. Воля и заявление. Возражение номер один на действие судьи в кавычках. В производстве мирового суда города Сургут находится дело в однопросточенном правонарушении 05-1110-2610-2020 по статье 20.19. Первое открытое судебное заседание назначено на 21.10.2020.00 по адресу города Сургут, улица Гагарина, дом 9, кабинет 209. До начала судебного процесса через канцелярию Сургутского мирового суда 19.10.2020 года было подано в воле заявления об истребовании 19 документов, заверенных надлежащим образом и подтверждающих личность должности полномочия короля Елена Петровна, называющей себя судьей. Данные документы, заверенные надлежащим образом, не были предоставлены в полном объеме. В ходе ознакомления с материалами административного дела было установлено, что административный протокол 6604 номер 017-68-39-17-31 от 08-07-2020 составлен полицейским кинолог ОВППСП младший сержант полиции Хлебников К.А. В соответствии с пунктом 18 приказа МВД России от 30.04.2012 номер 389 редакции от 19.06.2014 об утверждении наставления о порядке исполнения обязанностей реализации прав полиции дежурной части территориального органа МВД России после доставления граждан, зарегистрированного в Минюсте 26.06.2012 номер 24.69-6, далее наставление. В отношении лиц подвергнутых административному задержанию после установления их личности и выяснения всех обстоятельств, свидетельствующих о наличии или отсутствии состава административного правонарушения, составляется протокол административного правонарушения, либо при наличии основания, перечисленных в статье 24.5 КПРФ, выносится постановление о прекращении дела в административном правонарушении. Кроме того, составление протокола в административном правонарушении в соответствии с наставлениями является обязанностью оперативного дежурного. Глава 4. Оперативным дежурным отделом полиции МОМВД России по науральскому ГОМО поселку Уральский, куда был доставлен после задержания 08.07.2020 около 17 часов, человек был лейтенант полиции Щергина А.М. или Ахметов А.И. Таким образом, обязанность на составление административного протокола 6604 номер 0176839 дробь 1731 на 08.07.2020 в соответствии с наставлением лежала на лейтенант полиции Щергина А.М. или Ахметов, а не полицейского кинолог ОВППСП, младший сержант полиции Хлебников К.А., не имеющего на то полномочия. В соответствии с статьей 26.2 КАПРФ, доказательствами по делу в административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливает наличие или отсутствие событий административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом административного правонарушения, иными протоколами, предусмотренными настоящим кодексом и объяснениями лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении. Показаниям потерпевшего свидетелей, заключениями эксперта и иными документами, а также показаниями в связи с специальным техническим средствами, своеобразными доказательствами, не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. Согласно части 3 ст. 28.2 КПР, при составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам в производстве по делу разъясняется их права и обязанности, предусмотренные настоящим кодексом. О чем делается запись в протоколе? В соответствии с пунктом 4 постановления Кленового Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 года, от некоторых вопросов, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, далее ПП ВСРФ от 24.02.2005, номер 5. В порядке подготовки дела к рассмотрению судья должен также установить, правильно ли составлен протокол об административном правонарушении с точки зрения полноты исследования событий, правонарушений и сведений о лице его совершившем, а также соблюдение процедуры оформления протокола. Существенным недостатком протокола является отсутствие данных, прямо перечисленных в части 2 ст. 28.2 КПРФ и иных сведений в зависимости от их значимости для данного конкретного дела об административном правонарушении. Например, отсутствие данных о том, владелец лицов, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении языком, на котором ведется производство по делу. А таких данных о предоставлении перевозчика, представлении протокола и т.п. Указанные данные в административном протоколе 6604, 017.68.39, 017.31, 08.07.2020 отсутствуют. Отсутствуют. Согласно пункту 4 ППВС РФ от 24.02.2005 года, номер 5, в том случае, когда протокол об административном правонарушении составлен неправомышленным лицом, либо когда протокол или другие материалы оформлены неправильно, материалы предоставлены неполно, суде на основании пункта 4.1 ст. 29.4 КПРФ необходимо вынести определение о возвращении протокола об административном правонарушении других материалов дела в орган или должностном лицу, которым составлен протокол. Определение судей должно быть мотивированным содержать указанные и выявленные недоставки протокола и других материалов, требующих устранения. Возвращение протокола возможно только при подготовке дела к судебному рассмотрению и не допускается при рассмотрении дела об административном правонарушении по существу, поскольку часть 2 ст. 29.9 КПРФ не предусматривает возможности вознесения определения о возвращении протокола и иных материалов органу или должностному лицу, составившему протокол по результатам рассмотрения дела. В данном случае административный протокол 6.6.04.017.68.39.17.31.08.07.2020 года составлен неправомощным лицом, так как не имело полномочий на составление протокола. Полномочия по составлению данного протокола в соответствии с наставлениями возложены на оперативном дежурном, который на тот момент был лейтенант полиции Щергин А.М. или Ахметов А.И. Также в протоколе указано обстоятельства, не соответствующие фактическим обстоятельствам. Так, в протоколе указано, что на КПП-4, находящемуся по адресу улица Чурина, 27, г. Науракс, гражданин Булгак ФАЭН незаконно находился на территории Затона-Уракс. Исходя из общедоступных данных и данных сайта Росреестра, здание с адресом город Науракс, улица Чурина, 27, находится на земельном участке с кадастровым номером 66-2057-0102-073-2002, у которого не определены адрес категории земель, форма собственности и разрешенно использованы. По фактическим данным, карта Росреестра, здание КПП находится на территории земельного участка, относящегося к железнодорожным путям, доступ к которым свободен. То есть факт въезда и проникновения на территорию Затона-Уральск не было. Заборы ворота КПП-4 не имеют каких-либо признаков закрытой территории, нет шлагбаумов, ворота в обе стороны не окрашены в яркие цвета, открыты полностью на 90 градусов. То есть перпендикулярно зрению при движении в сторону по дороге. Открыты полностью на 90 градусов и почти невидимы для участников в движениях. На дорожном полотне отсутствует разметка стоп-линии, отсутствуют какие-либо преграды для движения, отсутствуют знаки ПДД. 2.5 движение без остановки запрещено, 3.1 въезд запрещен, 3.20 обгон запрещен, 3.28 стоянка запрещена. Отсутствуют какие-либо вывески с предупреждающими надписами, типа закрытая зона, водитель предъявил документы, зона действия КПП, въезд строго по пропускам и так далее. Данный КПП-4 находится сразу после двойного переезда через железнодорожные линии. Данный ЖД-переезд оборудован двумя шлагбаумами и общая картина КПП-4 выглядит как обычный переезд через ЖД-пути с маленьким на одноэтажным зданием, похожим на здание железнодорожного паста. Позже будут приобщены к делу доказательства фото КПП-4 и других КПП города Новгородск. Как следует, есть приложенный план схемы, приложение номер 5. Фактическое место остановки лоспеда по первому требованию охранника находится на прилегаемой территории ЖД-переезда. На расстоянии в 26 метров от границы территории ЗАТО. То есть, я даже не заезжал туда? Стоп. Данный факт доказывает засуствие событий состава правонарушения. Более того, в протоколе 6604 номер 0176839 дробь 1731 от 08.07.2020 нет данных, идентифицирующих, привлекаемое к ответственности лицо. Дата рождения персоны Булгаков Антон Николаевич по факту 04.03.1980. Тогда как в протокол записана дата рождения 04.09.1980 года. С изменениями, без штампов и печати, и указания исправленному верить. То есть, в протокол произвольно внесены изменения. В графе документ, удостоверяющий личность, написано паспорт. И указаны серии номер, хотя паспорт персоны не предъявлялся. И номер паспорта в протоколе не соответствует номеру паспорта персоны Булгаков Антон Николаевич. С даты рождения 04.03.1980. Вы обратили на это внимание? А почему не завернули эти... Потому что я вам изначально говорила, что приняла изначально меня. Принял 10 с учетом того, что не отсутствовало. Принял исполняющий адресом 50. Вы согласны, что протокол составлен на несуществующих персоны? Процент по этому я буду говорить. Хорошо, читаем дальше. При проверке на официальном сайте МВД России серии номер паспорта, указанного в протоколе, получен результат. По вашему запросу о действительности паспорта РФ... Так, номер я не буду называть слух. Но он отличается на одну цифру. Про что? Просто молочные данные? Номер паспорта. Указан не... Различается. Получен ответ о том, что данный паспорт недействителен. Замена на новый. Скриншот я буду прикладывать. В протоколе отсутствуют какие-либо вещественные доказательства. Видеозапись, план схемы происшествия, протокол обследования места предполагаемого правонарушения. Протоколы допросов свидетелей и так далее. В качестве приложения к протоколу указаны рапорт и объяснение сотрудника охраны. Рапорт полицейского составлен не на месте событий предполагаемого правонарушения, так как сами полицейские не присутствовали на КПП-4, а прибыли лишь через 2 часа после событий. Таким образом, сам рапорт не может выступать в качестве доказательства правонарушения. Объяснения сотрудника охраны также не могут являться доказательством правонарушения, так как по сути сотрудник охраны является заинтересованным лицом и предположительно заинтересован в получении премии за якобы выявленное правонарушение. Также объяснения сотрудника охраны отобраны с нарушением. Должностное лицо Леушин А.Д. не составлял протокол о правонарушении и не имел права брать объяснения у сотрудника охраны. Более того, Леушин А.Д. не заверил объяснение своей подписью и в объяснении отсутствуют паспортные данные опрашиваемого. По факту в материалах дела отсутствуют свидетели и понятые, которых можно идентифицировать по паспортным данным или найти по адресу жительства регистрации для вызова в суд в качестве свидетеля и допросить. В деле отсутствует протокол опроса свидетелей. По факту протокол 6604 номер 017-68-29-17-31-08-07-2020 содержит все признаки ненадлежащего оформления. Таким образом, должностное лицо, полицейский кинолог, ОВ, ППСП, младший серзан полиции, Хлебников, КА, существенно нарушило нормы материального и процессуального права, так как обстоятельства, указанные в протоколе, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а сам протокол составлен ненадлежащим образом с грубейшими нарушениями в отношении несуществующей персоны с недействительным паспортом. В соответствии с частью 2 статьи 50 Конституции РФ, в части 3 статьи 26.2 КАП РФ указано, что не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. При таких существенных нарушениях закона, перечисленных выше использования протокола об административном правонарушении 6604 номер 076839-1731 от 08.07.2020 в качестве доказательства, является невозможным в силу требований части 3 статьи 26.2 КАП РФ и части 2 статьи 50 Конституции РФ. Согласно пункту 4 ППВС РФ 24.02.2005 номер 5, в том случае, когда протокол об административном правонарушении составлен неправомощным лицом, либо когда протокол или другие материалы оформлены неправильно, материалы предоставлены неполно, судье на основании пункта 4 части 1 статьи 29.4 КАП РФ необходимо вынести определение возвращения протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган или даже основном лицу, которыми составлен протокол. Определение судей должно быть мотивированным, содержать указания на выявленные недостатки протокола и других материалов, требующих устранения. Возвращение протокола возможно только при подготовке дела к судимому рассмотрению и не допускается при рассмотрении дела об административном правонарушении. Однако в нарушении действующего законодательства Король ЕП не возвращает протокол и материалы дела, неправильно оформленные, не выносит постановления о их возврате, а наоборот принимает производство полностью, игнорируя все нарушения. На основании вышезаложенного руководства с действующим законодательством РФ требует дать мотивированное объяснение относительно непредоставления документов, подтверждающих личность, должность и полномочия лица короля Елены Петровны, называющей себя судьей. 2. Дать мотивированное объяснение, на каком основании может возникнуть доверие и на каком основании следует доверять лицу короля Елены Петровны, называющей себя судьей. Третье. Дать мотивированное объяснение, на каком основании материалы дела с многочисленными нарушениями не были возвращены на доработку. Четвертое. Приобщить данный документ к материалам дела номер 05-0-2610-2020 в качестве писанных доказательств. Без ущерба, без акцепта, без оборота на собственность. 21 октября 2020 года под принуждением человек-мужчина Антон под вашу ответственность. Данное произведение поддаю в письменном виде и требую рассмотрения. В связи с чем, ею было вынесено определение 3 сентября 2020 года о применении данного дела происходствия. Ну и, соответственно, было определенно назначено дело космопельное 21 октября 2020 года. Поэтому я, насколько вас, если я не права, вы меня поправьте. Вы сейчас ходатайствуете о том, чтобы признать протокол административного правонарушения в связи с допущенными делами точностями? Как недопустимое доказательство? Нет, это ходатайство будет позже заявлено. Прочитайте внимательно. В конце я чутко излагаю, что я требую. То есть нет, вы меня поправили. Нет, не так. Это будет заявлено позже. Я сейчас требую дать мотивированное объяснение относительно непредоставления документов, подтверждающих личность, должность и полномочия лица короля Елены Петровны, называющей себя судьей. Дать мотивированное объяснение, на каком основании может возникнуть доверие и на каком основании следует доверять лицу короля Елены Петровны, находящейся в данном помещении, в черной мантии и маске, называющей себя судьей. И третье. Дать мотивированное объяснение, на каком основании материала дела, численными нарушениями, не были возвращены на доработку. А мы можем допросить и вызвать в качестве свидетеля Бойко? Она уже не осуществляет, по-моему, чем в качестве нового досуга. Ну что, она осуществляла? Она здесь, в здании. Давайте вызовем в качестве свидетеля. Здесь, она не здесь. Ну что? Давайте вызовем в качестве свидетеля. Я брала, что это не стоит. Не стоит? Вы сразу заранее отклоняете ходатайство? Нет, почему? Я сейчас удаляю свою счету на полный предмет отрешения вашего хозяйства. В письменном видео, пожалуйста. Лена Петровна, можно спросить? Лена Петровна, а можно вот это? Я успею в туалет сходить? Закрылись. Нет полной ночи. В смысле, как мировой судью у нас получается. Это тот человек, который стоил, как говорится, их вызывать-то надо. А здесь односторонние все. Что-то, что-то не то происходит. Не то происходит тоже. Раньше ни один, так называемый, жилья не удавлялся в совещать никому. Кто-нибудь-то может от неприкасаемости судить? А вот тот, дверь открыл. Там-то где-то, где-то вискосит. А куда ты заходил, спорта? Мне нельзя выходить. А почему? Потом поясню. Так, а что могу я тебе дать? Нет. Любой листок, даже этот, вот этот можно. Вот этот. Вот, да и любой даже этот. Сейчас, сейчас, сейчас. Маску надевать? Маску надевать? Как зовут, зовут? Как предоставлено. Киржанов Умара или как? Вы же записывали. Так я на видео записывал. Пересмотреть. Как вам, по фамилии обращаются? По беззарателям. Откуда у вас столько злости? Вот, я не понимаю. У меня злости? Да. А где злости? А? А где злости? А где злости, не видите? Ну вот, уже злости. Я вижу. Вы не видите? Я вижу. У вас какая-то, что, мне какая-то личная неприязнь или что-то? Какая-то неприязнь. А? Я вам сделаю там, начальник, маску надевать. На чем это? Нет, я вам вопрос задал. У вас что, ко мне какая-то личная неприязнь? У меня нету, к вам неприязнь. А почему так общается с страной? Я странно общаюсь. Галития, я вам покажу. Кто бы вам еще показал? Это 22 июля 2020 года. Суды, это мой новый. И рекомендательный характер. Суды, это очень хорошо. Кстати, стандартфируйте. Маш, надевайте, пожалуйста. Потом не говорите, что я. Да нет оснований, чтобы привлечь к административной ответственности. Нет оснований. А? Я говорю, нет оснований. Но оснований чего вы можете привлечь? Ну, как попугай же говорит. От меня три раза хотели полицейские штрафовать. И не штрафовали. Потому что нет оснований. Знаний, сила. Вы предоставите постановление губернатора? Вы будете маску надевать женщин? Не будете? Почему буду? Ну, надевайте. Сейчас подышу, никого же тут. Как нет? Вы здесь сидите? Никаких законов, ничего нет по поводу маски. Нет. Но дышать меня запрещает. Вот человек, а он не человек. Он сейчас физически. Жизнь запрещает дышать. Дышать. Людмила, не называй человека больных. Алло. Нанесли в это. Позови кого-нибудь сюда. Мы тоже не будем надевать маску. Дядь, маску же. Он не надевает. Она надета. А где-то вы мне покажете? На правую арку, как мне ее носить. Покажете? А как вы думаете, как носить? Я не понимаю. Если написала, вы ссылаетесь на постоянный губернатора, там написано применять. Применять, то есть, вот я ее в руках держу, я уже применю. Я ее могу на ухо повесить. Какая маска? А для чего маска собственно? А как вы думаете? Вот хорошо. Давайте по-другому. Давайте по-другому. Вот смотрите, вы ссылаетесь на постоянный губернатор. Правильно? Вы его лично видели? Я его лично видел. У вас есть юридическое образование? Конечно. Если на документе нет подпись, документ имеет Юридическую силу. А печать стоит что-то в какой-то губернаторе. Ну, он имеет юридическую силу? Ну, как, зачем? Целью юрисдикции данного документа, хочу вас поинтересоваться, он имеет юридическую силу? Ну, вы же от меня требуете маску там как-то носить, не знаю. Ну, вы же должны на основании чего-то, если постановление не подписано. Сейчас, смотрите, я вас, я, мое законное требование, чтобы вы... Да, это не законное требование. ...находились в маске в этом помещении. Это мое законное требование. Я в маске, я в маске. Вы не в маске. А это вы можете оттудаить? Вы видите, я же в маске. Вы не в маске. А что это? Но это ваше сугубо личное мнение, правильно же получается? Я сейчас требую, чтобы вы надели маску. Вы отказываетесь от надевать. Я в маске. Народ, я вас очень прошу. Под принуждением. Я вас прошу. Потому что вас один с половиной с половиной. Вас когда удалят, я тут один останусь. Как ты работаешь, терпишь эту систему? Слышь, Андрей? Если вас удалят, я тут один останусь. Они мне соты чего угодно могут сделать. Не надо вот этого. Не, не, не. Ладно, я так. Законный. А на какой закон высылаетесь? 118? Не, на закон. На постановление. Но вы говорите законное требование. На какой закон высылаетесь? Ваше законное требование? 118. 118. Это что? Законный судебный пристав? Почитайте. А, почитайте. Сейчас, секундочку. А вы будете читать, если я вам предоставлю? Я не буду читать. А, вы не будете? Он же отказался. Я его каждый день учу. А, учите? Изумительно. Маску будем надевать им, как положено. Я в маске. Постановление выше закона. Хорошо. А когда ходят вот по коридору, и ваши работники без масок, почему вы их не тянете? Если я кого-то вижу, я всем делаю замечание. О, сейчас, сейчас выйдет одно лицо в черной манте. Ниже носа идет маска. Мужчина, вы будете надевать маску? Как ты мне дорог. Ладно, я одену. Пока еще. Вы тоже сказали, что сделаете замечание. Сейчас выйдет лицо в черной манте. Я тебе говорю, ты не по-человечески ведешься. Не по-человечески. Ты самый, ты самый, смотрю, отчаянный у судебных приставов, да? Что там, что здесь, ты самый отчаянный. Еще коренной житель, наверное, да? А теперь, если у какой-то законник, я тебе сейчас объясню. По поводу вымышленной не говорить. Не регламентировать закон, как с тобой общаться. Тик, тек, 118. Сейчас мы тебе. Там. ФЗ. Есть улические образования? Нет, конечно. Но ты шучишь. Давай получим вместе. ФЗ номер 118 судебных приставов принят в Государственной Думе 4 июня 1997 года. Одобрен Советом Федерации 3 июля 1997 года. Вместо 24 июня 1997 года. Нарушен 14-дневный конституционный срок, в течение которого в Совет Федерации рассматривает поступивший в Государственную Думу федеральный закон. Чем нарушена? Часть 4 статьи испекает Конституцию и РФ. Это вы что считаете? Я в то сведения доложу. Что я читаю? Информацию, которую я… А вы что считаете? Ну, какой-то документ, название какое-то действительное документ? То есть, о принятии закона не имеет, должен быть еще какой-то закон. А Конституция не о чем будет. Я говорю, что нарушен. Пожалуйста, не читайте ничего такого подобного. Ну, можешь дальше не продолжать. Так вы не требуете… Вы личные требования выдвигаете, не основанные на законе. Пункт 118 ФЗ, я тебе уже сказал. Пункт 5 статьи 103. Регламента Совета Федерации 30 января 2 года. Это вы сами где-то напечатали, что у него попали? А, а вы не можете с постановлением губернатора знакомить сейчас по Конституции? Но есть в общем доступ. Зачем? Так ведь ты можешь посмотреть на его общем доступ. Как в общем? Ты говоришь, знаешь, Конституция. На сайте идите. Ты говори… Есть какой-нибудь закон, который меня обязывает туда заходить? Ты присягаешь… Какой еще может быть закон, если он нас выложен в общем доступе? На сайте. Ну, секунду. Вы захотите… В интернете… Ну, ты от меня требуешь, иди к Москве. Ну, конечно. Согласно Конституции ты меня обязываешь… Или иначе что будет со мной? Не Конституция. Подожди, нет. Или иначе что со мной будет, если я не выполню это постановление? Что? Ты протокол у меня составишь? Конечно. Основания должны быть? Конечно должны. По Конституции ты мне обязан ознакомить с постановленным губернатором? По Конституции? Да. По какой Конституции? Все. Все. Какая Конституция? Ой, двоечник. Двоечник. Ха-ха. Да. По какой Конституции я вас ознакомлю? Российской Федерации. 24.4. А сколько там статей в Российской Конституции? Я у тебя экзамен сдаю? Я у тебя экзамен сдаю? Ты еще молод сильно? Сейчас. Изменением 6400 изменений. А вы подождите. 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 Конституции прописано, как он должен подписываться, когда он должен применяться? Ну. Статья 105. Если он не вовремя опубликован или принят с нарушением, он не имеет юридических сил, это в Конституции прописано. А где вы говорили только что про маску говорили? Про маску. Про маску в Конституции написано. Что написано? Первая, двадцать седьмая статья. Знаем? Ну давайте, говорите в сторону. А. Говорите. Ну ты же учишься. Я-то ученый. И что ты меня обязан... Вы пытаетесь со мной как-то консультировать, да? Я не пытаюсь. Однако вы... Вас, уважаемый, без всякой личной неприязни, без всякой... Вас бесполезно что-то консультировать или вам что-то вдалблю. Это, наверное, потому что вы ссылаетесь на свои какие-то расписанные где-то там какие-то тексты, да? Которые... Например, в Конституции. Которые не имеют никакого логической цепочки. Логической. У вас только у приставов своя логика, и она непобедима. Это не только у приставов. Хорошо. Протокол ты на меня можешь составить, но ты обязан написать законное основание. Правильно? Ну конечно. Обязано. Просто так не составляйте. Ты ссылаешься на что? На постановление губернатора. Правильно? Конечно. Ты меня, перед тем как составить протокол, ты меня обязан ознакомить со всеми материалами. Как нет? Не знание закона? Нет. Меня ознакомить. Я же не говорю, что ты мне дай юридическую консультацию. Я имею в виду права и свободы, которые ты мне хочешь ограничить, ты обязан аргументировать. Четко, красиво. А где постановление губернатора? А где постановление губернатора? Ну вот когда ты меня будешь штрафовать, ты меня должен с этим постановлением ознакомить. Вы очень сильно ошибаетесь. Я гаишником в июле, 16 июля, было ровно 6 лет, я ни одному гаишнику не показал документы, хотя я катался по всей стране. Вы очень сильно ошибаетесь, граждане. Я что говорю? 6 лет. Я ни разу гаишнику не показал документы, я мотался по всей стране. И ни один гаишник за 6 лет не смог у меня документы посмотреть. И все по закону, не по беспределу. Два раза за все это на меня составляли протоколы. Было разрешение на съемку? Да. А что запрещает съемку? Если она судья. А что запрещает съемку? Это уже в 17-м году. Уточняйте. Заодно уточните, действует ли Конституция Российской Федерации. Не распространяется ли она на вас. Жела чередина, ты видишь, что-то думаешь, вот все. Я не смогла прикинуть. Пока нет. Не будьте. Лучше вот в натуре, что один делал, Женька, он молчал. И эта стоит молчит. Красавчик. Чем вот это, да? И беги, беги с этой. Тихо, тихо, Андрюха. Аккуратно. Я же сказал только беги. Не надо вот этого. Ну. Пойдемте. Пойдемте. Пойдемте, мы будем заставлять нас полностью полностью полностью. Вставайте. Здесь. Каждый. Не заставляйте меня применять. Протокол уже составляется на месте правонарушения. Пойдемте. На месте. Давайте на месте это составим. Надо составить нашу, чтобы обратить нас поменять. Нет. Вот здесь. Я нарушила здесь и здесь давайте составим тогда получается. Мы будем составлять в нашем кабинете. Нет. Протокол составляется на месте. Мы не вставляем, там и будем протокол составить. Мы будем составлять в нашем кабинете. Мы. Вот здесь где уже нарушила. Не отказывается противу наш кабинет? Вот. Где я нарушила. Там и будем составлять протокол. Я не отказываюсь. Где я нарушила? Давайте тогда ссылайтесь на нарушение. Вы нарушаете в здании Мирового суда. Где? Вы не видите, что я без маски или еще что-то. Вы неонократно снимали маску. Она не снимала ее. Вы что? На видео все зафиксировали. Что вы мне ограничиваете? Дышать еще? Вы пройдете со мной. Здесь. Давайте я нарушила здесь. Давайте составим здесь. Пройдемте со мной. Это ваше закон, но не от федерального закона. Не заставляйте меня применять физическую силу. Давайте. Приказ полиции. А если бы это мама ваша была? Кражданка, не заставляйте меня применять физическую силу. Крежанов, у вас мама есть? Пройдемте со мной. Она дышит вообще, нет? Дышать, он мне сейчас запрещает дышать. Подожди, Людмила, тебе трудно дышать маской? Дышать, да, трудно мне. Ну дайте ей временно подышать. Она сейчас оденет. Возьмите, подручку оденет. Дайте ей подышать немножко. Сейчас она оденет. Вот одела. Ну что вы, как это? Вот у вас, Киризянов, у вас у самого маска слазит это, с носа. С процесса выйдет. С процесса выйдет. С процесса выйдет. Ну что вы, как это? Будьте людьми, в конце концов. Сколько ты лет? 20 лет проработала в маске? 35. У нее так здоровье пострадало от этих масок, она ветеринар. Вы ее заставляете, но она сняла на этом. Просто, пожалуйста, выполняйте наши законные требования. Мы стараемся. Но это незаконные требования. Благодарствуют. Мы не снимаем. Благодарствуют. Но это незаконные требования. Уважаемые приставы, можете показать инструкцию, как настиг маску. Где-нибудь это прописано в таком-нибудь законе. Просто предоставить для ознакомления. Что вот именно ее нужно вот так носить, а не вот так. И везет они малые, дети, деценозаль, массу. Но вы же отталкиваетесь, вы же говорите, что требования законные, должен быть закон, но вы мне покажите закон, который регламентирует, как ее носить. Вот сейчас, на данный момент, вы не надеваете маску. А вот так, а вот так. Выше нос тоже. Кто это определил-то? Как вы понять, не можете. Нет, а где это прописано? Это ваше личное мнение? Личное. А я считаю, что надо вообще ее не носить. А что это значит? А? Вот вы мне это покажите. Неизвестно. Хорошо. Вы скажите. Это общественное место здесь, нет? А как вы считаете? Я не знаю, я у вас спрашиваю. Вы же здесь работали. Смотрите информацию. Опять посмотрите. Ну, вы здесь работаете, я первый раз пришел. Я у вас хочу поинтересоваться. Вы же знаете все законы, обязанные знать, так вы мне скажите. Это общественное место, нет? Я еще не консультант. А, вы не консультант. То есть, вы не знаете ни своих неправ, только знаете обязанности людей. Вот это вы знаете. Типа. Смотрите. Раз. Почему вы не надеваете? Я дышу, я хочу дышать. Дышите в маске. Хорошо. Ей трудно дышать в маске. У меня диабет... У меня диабет... Почему, скажите, почему вы не надеваете маску? Скажите мне. Вы находитесь в помещении, понимаете? Вы должны надевать маску. Это постановление. Где-то не я сам придумал, не я лично придумал. Я ее одел. Это уже... Вот на нос. Вот так вот, как я надел. Надейте вот так. Хорошо. Сошлитесь на какой-нибудь документ, который меня обязывает ее одевать вот так. Можете сослаться? Маска для чего предназначена? Я не знаю. Вы же все прекрасно понимаете. Как не понимаете? Сколько лет живете уже? Я живу много. Ну, как не понимаете? Как наживать маску, вы не понимаете, что... Нет. Так мы по понятиям живем или по законам? Вот так вот нужно надевать. Закон есть у нас какой-нибудь, который определяет, как ее носить? То есть, если не будет закона, как на троне вы не будете? Но вы же требуете исполнения закона от людей. Вы же говорите, ваши требования законные? Ваши требования же... Вы что? Законное требование. Законное требование. Я уже вам показал информацию, что 118. То есть, именно закон нужен, да? Конечно. Потом, смотрите, Конституция, Конституция Российской Федерации, статья 55. Права и обязанности, права и свободы гражданина могут быть ограничены только федеральным законом. У нас 90 лет. Это Конституция. Когда мы говорили по понятиям, я и по понятиям могу разговаривать. Я прожил интересную жизнь, интересные времена и года я прожил. Если ты сам будешь, что ты служил в армии, я служил. Я не говорил такого. Ну как? Мы еще там у Христоса с тобой разговаривали. И тогда я прошел без маски в туристово. Ну что, не помнишь? Не помнишь? У меня шесть боевых наград этой родине я отработал, но все 800 процентов отработал и даже в армии, и все равно служил, и сейчас его не обязаны поедать. Что такое устав? Там без уставок шарганец подмешка. Но это устав, основной документ. То же самое, что и Конституция. Если ты от меня что-то требуешь и говоришь, что законно, ну покажи мне, расскажи, покажи мне бумажку, стычайте уставку. Маска предназначена для защиты, правильно, органов дыхания. Ваш нос является органом дыхания? Как вы считаете? Еще раз. Вот у меня вопрос обычный. Как вы считаете, нос является органом дыхания? Хорошо. А кто вам сказал, что... Нет, подождите, вы не увиливаете. Вы, опять, вы имеете в виду конкретный. Я вам задаю вопрос. Я в том душе. Я вам вопрос задаю. Вы считаете нос органом дыхания? Нет. Не считаете? Нет. Это мой личный сугубо личный. А в законе где-то прописано, что нос является? Не прописано нигде. Это урок биологии. И что, маска должна обязательно нос закрывать? Вот. То есть, а нос тогда для чего предназначен? Как вы считаете? Чтобы не кушать. И запахи. А когда вы кушаете, вы одновременно и кушаете, и дышите, правильно? А чем вы дышите? Ртом. Ртом. То есть, у вас рот открытый, и вы кушаете еду? Нет. Я ложку супа взял, проглотил. У меня живо свободно, я на животе ничего не гоняю. А вы не жуете, то есть, да? А зачем? У меня зубов нет, чтобы жевать. Я готовлю. То есть, вы еще раз супом питаетесь? Тавокатическими. А сколько все люди интересуются, чем? Я вам объясняю, что нос, это орган дыхания. И он должен быть прикрытым у вас. У вас, покажите мне эту документацию, сошлитесь на норму закона. Статья или хотя бы правила. Есть постановление губернатора, кстати, там прописано, как я на себе. Там написано, применяй. Вы говорите, учитесь на юристах. То есть, вот смотрите, я ее взял в руку. Я уже применил. Могу так на ухо повесить? Могу так. Могу ей отмахиваться. Что хочу, то могу с ней делать. Я ее применяю. В чем проблема? Все, все вышло. Он не пробивает. Они сейчас придут, будут составлять протокол. Ну, что вы, что вы допишите? Нет, а я сейчас одену. Примите, я один. Пусть он. Да, конечно, видео снимали, ничего не заметили. Да, и пусть я что нарушил. Я что нарушил. Такой протокол. Они сейчас добьются того, что они применят физическую силу, и вас отсюда выведут. А я один останусь. Нет, зачем? Все, я у нас. А мы можем все вместе выйти? Куда? В следующий раз прийти? Подотокол написать, и когда все вместе, потом еще. А я не знаю, если у нас выпустить. Даже могу, да, выпустить отсюда? То есть вот сейчас пока мы ждем судебницы подотокол, то есть там выйти, грубо говоря, попить, говорит, и вернуться назад или нет? А? Может, конечно. А, можно? Да. Ты тоже хорошо. Нет, выйти-то можете, они могут вас не запустить. Все, вы так делаете всегда? Нет, ну, не все же такие. У них же тоже есть люди нормальные. Человек больше. Он же адекватный человек. Мне то же самое говорили. Он его останавливает. А в итоге не пускают. Нет, разные жилисты. Это предстережение. Нет, нету к вам доверия вообще. Ну, не все же одинаковые. У него точно так же не должно быть доверие таким всем людям. Так, по факту. Каждый же ведет здесь себя по-разному. Ну, это, его фамилия, это Ун. Я так отупел, что они даже не хотят в этом разбираться. Им проще на колени встать, потому что сказали, это моя законная тема. Нет, ну, видимо. Ну, я не буду ползать на колени встать скоро. Будут? Я их так и спрашиваю. Вы, это, вы на колени встать будете одевать? У нас вакцинация. У нас вакцинация. Да, фути? Это, да. Мастер Жил мне так ответил. Я говорю, вы зачем, говорю, мастер носите? На улице вас никто не видит. Говорю, а если завтра скажут, это, оденьте на колени и ползайте. Ползайте на колени. Вы будете надевать на колени? Нет, нет, это же другое. Нет, я не буду. Чтобы колени не повредить хотя бы. Говорю, да, буду. А, око. Да. Ее вообще без разницы. Она готова на колени ползать за визерную зарплату, там, 30-40 тысяч. У нас, как, вот это так же, как многие. А по телевизору сказали все, но никто не смотрит, не открывает этот закон. Вот точно так же, он говорит, я учу конституцию, но он ее даже, по-моему, не открывает. Но, извинения, 6300, этот, как говорится, статьи, 6400 за визер. Опять, с другой стороны, голосование по поправкам не видно, а конституцию уже, еще голосование не прошло, конституцию уже в магазинах продается. Ребят, остановите его, пожалуйста, а то он что-то, это, вообще не в ту сторону думает. Я знаю, что такое же человек. Так, ну что, облашается определенное... А вы кого потеряли? Вас, конечно, жили. Живого человека-мужчина, Антон? Да. Ага. Так, ну что, облашается определение... Подождите. А я не слышу, а мне разрешили бы... Ну, я погромче поговорить. Говорите, пожалуйста. Нет. Нет. Так, 21 октября 2020 года, мировой судебский участок номер 10, Сорудского отцветного района, где-то с новозначением свободах, автоматистского автомобиля, и в районе города, расположенного по адресу Мауге-Грагу, в районе 205-й, рассмотрел материалы дела в административном обрушении, где-то с новым статистом, в административном обрушении, Российской Федерации, в отношении контракта в Антону Николаевичу Канаджу, при рассмотрении и логовом с причинением нарушения оборудования по административному оборудованию, в котором содержатся требования, обращения в административном оборудовании, в связи сняти на северном оборудовании по выставлению документов, подтверждающих личность, должность и полномочия руководства король Елены Петровны, обсуждающей себя судьбой, объяснение, на каком основании может возникнуть доверие на на каком основании церковь и дирекцию король Елены Петровны, называющий себя судьей, на каком основании материалы дела с многочисленными нарушениями не будут обращены на доработку. Изучив поступившее в уре и извлеклини, мировые судья приходят в следующем. В соответствии со статьей 25.1 Кодекса административного права нарушения, то, в отношении которого ведется производство по делам в действительном праве нарушения, праве заедать в подательство, а также пользоваться иными инфекционными правами в соответствии с данным кодекса. В соответствии со статьей 2 Федерального консульного закона о судебной системе в Российской Федерации, судебная система Российской Федерации устанавливается в Конституции Российской Федерации и данный федеральный консульный закон. Согласно требованиям вышеуказанного закона в право судебной системе в Российской Федерации осуществляется только судами, учрежденными в соответствии с институцией Российской Федерации в настоящем федеральном консульном законе. Существует предусмотрено в настоящем федеральном консульном законе. Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьи вы. Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, Добро пожаловать на наш канал! Время правосудия В качестве указанного закона о геотернах с мировым судья осуществляется в период судебного района на судебного участка. Общая числа мирового судья и количество судебных участков в объекте Российской Федерации определяются федеральным законом по законодательной инициативе, соответствующей в объекте Российской Федерации, согласованной с веком на суд. В качестве указанного закона о геотернах с мировым судебным участком в объекте Российской Федерации определяется федеральным законом по законодательной инициативе, соответствующей в объекте Российской Федерации. В качестве указанного закона о геотер repose соединенного закона о геотернах с мировым судья партвенцем в объекте Российской Федерации определяется федерным участком в праве служム судебного graduates. Не исключено основание постановления исполняющей обязанности председательского суда 31 августа 2020 года. К намек действует к 1904 июня 89-20 года. Дело об институте на полнорушении отношений до 2 по статье 29 в ходе царя на институте на полнорушение Российской Федерации. Было признано достаточно подготовленным для его разбирательства в судебном заседании, в связи с чем было назначено к осмотрению на 21 августа 2020 года. В суде участия 1 ст. 1 ст. 20 вылечить весь об институте на рушении tuy bedvodRO SS о премьерации нет ни о правдивности отношений до 3 км отнов gaining чувствительного километра. В суд праве возродить протокол об институте на привлекательного материала дел в блока-дорожиственном лицо, составившему протокол в случае составления протокола правом, милициям, неправильного составления протокола, оформления других материалов дел либо недавно выреставленных материалах, который не может быть воспоминаны при рассмотрении дела. По этой причине с учетом Воронежского основания для возврата мировым судебным участком номер 10 Сургутского судебного района будет обозначена судебного данного дела в административном правонарушении, административном правонарушении, административном правонарушении, в связи с чем оценка этим доказательством будет дана судов при вынесении обмечания. На основании службы руководства ступени 20-12-13-13-15-16-12. Проминут решение мировой суде определил удовлетворение проезда, при имя возражения 1 и действует отказательного. Вы себя хорошо ощущаете? Что? Не показалось, что у вас голос дрожал, нет? Нет, просто в маске тяжело дышать. Это тот самый документ, который я в самом начале заявлял, требую приобщить его к материалам? Вы не волнуйтесь, я вообще не собираюсь никому ничего делать Ну ясно, а подходить мне Елена Петровна разрешила, чтобы лучше слышать ранее Вы на меня не обращаете Вообще? Ну как бы А как на Киржанова не обращать внимания? Вы не попали вступать? У вас все? Нет, вы что, это только начало Нет, давайте, может, разом все ходатайства свои заявить, и я разом удалю, что вы не хотели Не, не, не Не хотите? А мы можем перерыв устроить? Нет, ну я футурь смотрю Ну в смысле, как, ну смотрите, уже хотел бы перейти к стадии, рассмотрю Так у меня еще 12 МТ А вы как хотели? Вы же любите... Нет, абсолютно Это... Помните дело про лифты? Про какие убийства? Лифты убийцы в городе Среди В отношении ООО УК ДСВЖР вы вынесли постановление? Ну я сейчас зачитаю Сейчас вспомню Так, это было возражение 1, вы его отклонили, правильно? Да И ничего мне не пояснили? Ну почти не пояснили Ну почти ничего Так, сейчас следующее Воль изъявления Отвод номер 1, лицу без доверия Так, это пропускаем До начала судебного процесса Через канцелярию Сургутского мирового суда 19.10.2020 было подано воле изъявления Об истреблении 19 документов Заверенных надлежащим образом И подтверждающих личность, должность и полномочия Лица короля Елена Петровна Называющей себя судьей Данный документ, заверенный надлежащим образом Заверенный надлежащим образом Не были предоставлены в полном объеме В соответствии с законодательством Вообще ни один документ не предоставили Не были даны исчерпывающие Мотивированные объяснения Относительно непредоставления документов Подтверждающих личность, должность и полномочия Лица короля Елены Петровны Называющей себя судьей Вы даже маску не приспустили Чтобы я как-то... Сейчас обстановку А, обстановка, да? А вы хотя бы удостоверение или паспорт покажите Чтобы я мог слечить ваше лицо Чтобы установить личность Может, вы не являетесь королем Елены Петровны? Ну, вот так А с чего вы взяли, что я, Антон Николаевич Булгаков? Ничего, ничего С личности не установили Ну, так в том-то и дело А как вы процесс начали, не установив личность? Мы процесс еще не начали А, да? У нас досудебный, что ли? Мы все на стадии ходатайств Вы же мне не даете его провести Поэтому вы заявляете своим... А, то есть вы еще не стартовали процесс? Я еще даже не знаю обстоятельства дела Я не изложила обстоятельства Нет, вы на вопрос не отвечаете Мы в процессе или нет? Конечно, мы в процессе В процессе? На стадию рассмотрения А как вы процесс начали, не удостоверив личности? И не разъяснив права? Потому что вы мне не даете этого сделать Как не даете? Вы начинаете все с ходатайств Мы сейчас разрешаем заявленные вами ходатайства Я же вам предлагала порядок рассмотрения А чьи ходатайства вы это... Я вам изначально предлагала порядок Я вам говорила, какой порядок рассмотрения И дело об административном форме обрушения Вы со мной не согласились Вы предлагаете свой порядок Ясно Вы хоть осознаете, что вы творите? Поэтому я разрешаю... Творец-то все увидит Поэтому я разрешаю заявленные вами ходатайства Я вам об этом написал в предыдущем обозревлении Читаю дальше Не были даны черпающие и мотивированные объяснения На каком основании может возникнуть доверие На каком основании следует доверять лицу короля Елены Петровны Называющей себя судьей И не предоставившей документы Подтверждающие личность, должность и полномочия В полном объеме в соответствии с законодательством Согласно возражению номер один В том документе указаны все основания По каждому из 19 документов Все выписки закона Все мои требования по 19 документам основаны на законе Вы их не исполняете И даже не комментируете Не были даны исчерпывающие и мотивированные объяснения На каком основании материала дела И многочисленными нарушениями Протокол оформлен на несуществующую персону С недействительным паспортом Не были возвращены на доработку Ранее 14.06.2019 в 11.00 Под председательством ИО Мирового суди Судебного участка номер 9 короля Елены Петровны Состоял судебное заседание По административному делу номер 5-11.01-2609-2019 По части 2 статьи 14.1.3 КАПРФ В отношении УОО УК ДСВЖР Понимаете? Резонансное дело Весь город на опасных лифтах 8 лет ездил А вывозное предупреждение вынесло В связи с малозначительностью нарушений А если вы или кто-то из ваших близких Пострадал на таком листе Все равно бы было малозначительно Молчание, честный ответ Рассмотрение данного дела Было инценировано мной Через многочисленные жалобы в жилонадзор С требованием привлечь управляющую компанию К ответственности за многочисленные Грубейшие нарушения лицензионных требований Самая серьезная из которых Это то, что полгода Полгорода уже более 8 лет Пользовались лифтами Срок эксплуатации Которых истек по сути И по сути эти лифты Были опасны для здоровья И жизни всего населения города Сургут И для его гостей И для вас в том числе Жилонадзор по непонятным причинам Решил передать протокол Мировой суд Исполняющий обязанности Мирового судьи Король ЕП Которая вынесла постановление Освободила отвечка От административной ответственности И ограничилась лишь Устным замечанием В связи с малозначительностью Правонарушения По статье 14.1.3 КАП РФ По которой предусмотрят штраф От 250 тысяч до 300 тысяч рублей При повторном привлечении за год По этой же статье ООО УК ДСВЖР Грозило бы дисквалификация И лишение лицензии Мы реально могли это сделать При этом Жилонадзор не посчитал Нужным обжаловать данное решение Хотя на встрече С представителями Жилонадзора Нас пытались убедить О том, что они делали Все возможное Для населения Само постановление От 14.06.2019 Мы увидели Лишь через 4 месяца После его вынесения Не смогли его обжаловать Я находился В вынужденном путешествии Вы прекрасно об этом знали В связи с захватом Моей квартиры За это время ООО УК ДСВЖР В экстренном порядке Устранило все нарушения В том числе Поменяли все лифты Во всех подъездах На новые Вместе с тем Вместо тех Что служили Уже более 8 лет Сверх нормой В 25 лет Всего 32 года И были опасны Для здоровья и жизни Наверняка Поспрашивайте В знакомых В прошлом году Пол города поменяли Лифты Король ЕП По каким-то причинам Посчитала Что угроза жизни И здоровью Всему населению Города Сургут В течение более 8 лет По каким-то Немыслимым причинам Является малозначительным Правонарушением И ограничилась Устным замечанием Данное обстоятельство Вызывает у меня Огромные сомнения В объективности И беспристрастности Лица короля Елены Петровны Называющей себя судью Данные факты Более подробно Освещены на ютуб канале Сургутнадзор Видео под названием Лифты убийцы Или геноцид по устному замечанию 2019-10-31 Сургут Видео доступно по ссылке Указано Учитывая, что данное дело Прозванное в народе Лифты убийцы Получило широкую огласку И вызвало широкий Острый общественный резонанс Так как в видео Высказываются предположения О возможном сговоре ООО УК ДСВЖР Жилнадзора И король ЕП С целью освободить От ответственности Управляющую компанию Считаю, что король ЕП Лично, прямо или косвенно Заинтересованно Разрешение дела Номер 05-11-10-26-10-2020 По статье 20.19 АПР Так как автором данного Видео являюсь я Предполагаю, что король ЕП Приняла материалы дела С многочисленными нарушениями Полностью игнорировали Действующее законодательство С целью отомстить мне За вышеупомянутые видео Путем вынесения Очередного неправосудного Решения Возможного указания ООО УК ДСВЖР То же самое относится В отношении Байкот Про нее тоже было видео Как она закрывалась От людей В своем кабинете Когда люди пришли Знакомиться с материалами дела Это вы считаете Все справедливо, да? Всеобщая блага, да? Ясно, ясно Читаем дальше так На основании Высшего изложенного И руководства В действующем законодательстве Первое Выражая свое полное Недоверие Король ЕП Выражая сомнения В объективности И беспристрастности Король ЕП Считаю, что Король ЕП Лично, прямо Или косвенно Заинтересован В разрешении дела И на основании Части 2 Пункта 1 Статьи 29.2 КГП РФ Заявляет Отвод лицу Короля Елены Петровны Называющей себя Судьей Второе Требую немедленно Вынести Писемное Материальное Определение По данному Отводу С отражением Разъяснения Третье Требую приобщить Данный документ К материалам дела Номер 05-1110 Дробь 2610 Дробь 2020 В качестве Писанных доказательств Без ущерба Без акцепта Без оборота На собственность 21 октября 2020 года Под принуждением Человек-мужчина Антон Под вашу ответственность Данный документ Требую приобщить К материалам дела Он подается В писанном виде Можем подать Рископриквариат Соответственно Вы сказали Ходотайс Удовлетворяется То есть Вы удовлетворили Отвод Я его приобщаю Так приобщаете Или удовлетворяете Я удовлетворяю Заявку Вы просите Приобщить Материалам дела Я удовлетворяю Заявку А я думал Полностью Все ходотайс Удовляю Совещательную Полностью Для разрешения Он приедет Пустите пожалуйста Слушайте Елена Петровна Он только что Выходил в воду Принес в пике Пропустите пожалуйста Елена Петровна Вы долго будете Отсутствовать Минут 10 Как обычно Можно на перерыв Сходить в туалет Вы можете Если только Мы не будем Вам нет Вам нужно Письменно Это ходотайство Об объявлении Не перерыв На 30 минут Сколько у нас Времени Есть Смотрите Это ваш 10 минут Я думаю Достаточно Сейчас сколько Времени Сейчас 5-19 Давайте В 15 минут Соберемся В 12-15 Договорились Ну что Пойдешь со мной Ротокол Спускай составим И что они На что Сладся будут У меня времени нет Пить хочу Еще я Так вот Пойдем Попьем И потом Куда А где пить Вниз На улице А Сначала воду Мне не надо Как говорится Руками трогать Полтора метра Я хочу пить Дайте мне воду Я сейчас дам Пройдемте Я вам дам Сейчас воду Пройдемте Пошли Пошли Снимай Протокол Проходите Где Фотографию показать Давайте А вы сейчас Сами без маски Смотрите Вот вам Фотографию Смотрите Вон же маска Нос закрывает Не закрывает Она не обязана Нос закрывать Тогда я вообще Вы что творите Будете суде доказывать Вы что творите У меня судебный процесс Идет Вы что Проходите Я вам еще раз Тогда я позвоню Адвоката Проходите Проходите В кабинет Не заставляйте Применяйте сил Так Не пугайте Нет на то моей воле Проходите Нет на то моей воле Мы сейчас возьмем вас под руку И занесем В наш кабинет Для составления протокола Что значит занесете Я не вещь Я человек Понимаете как хотите Я вас предупреждаю Что мы будем В отношении вас Применять физическую силу Если вы будете Препятствовать Моей законной деятельности Я не препятствую Вы препятствуете Мне для составления Протокола Об административном правонарушении Вы допустили Административное правонарушение Я ничего не допускал Вы не выполнили Мои законные требования Вот сейчас На данный момент Сейчас даже Вы стоите Не закрываете Так она сама Так у вас тоже Не это Ну закрывайте Так у вас тоже Не закрывают Я все время закрываю Так я тоже Все время закрываю Все проходите Все нет Проходите Я вам еще раз говорю Вы ко мне Применяйте физическую силу Все я вынужден Я позвоню Как говорится Воза еще Вот так Посидите Позвоните Не указывайте Сейчас я позвоню Подойду Я сейчас возьму Вас тоже под руку И занесу В кабинет Занесете? Да Проходите в кабинет Вы тоже что ли Тренируетесь Поднимаетесь Давайте ваш паспорт Давайте Держи ее Паспорт давайте Какой паспорт Паспорт Для джинния Супер Предоставьте мне Ваш паспорт На каком основании? Вы мне препятствуете Я хочу узнать основание На каком основании Я вам разъяснил Только что Конечно Вы не выполнили Законные требования Судебного пристава О нарушении правил О недопущении Действия Нарушающего Правила суда Правила суда? Конечно А что правила суда Гласят? Человек Какой пункт нарушил? Вот там вот у нас висят В свободном доступе Можешь ознакомить Вы уже не сылаетесь Так что висят Если вы это Скажите на основании чего У вас вот Маска тоже Спускается Вот сейчас на данный момент Вы не надеваете маску Я дышать не могу Вы меня ограничиваете дышать Если вы дышать не можете Тогда Обращайтесь Соответственно Спасибо большое А вот воду как пить? Чтобы воду выпить Можно же маску приспускать? Вы мне будете Свой паспорт предоставлять Либо я вызываю Будьте добры еще Полицию И мы едем в ГОМ-2 А вы не имеете права Вызывать полицию Это уже мне решать Я общественный порядок Не нарушаю Вы будете предоставлять Это ложный вызов будет Коля У них есть паспорта? Копия паспорта есть? Прошли по паспорту Еще можете потом принести? Надо тебе воды А как пить Если он сразу Административный протокол Назначает? Это что такое творится? Спасибо еще Принесите Пожалуйста Это Я не могу аж Мы сейчас будем Ссылается Он на нас Кого ничего Может как говорится Меня в речении Полной свободы дышать Вот все что я Только я вижу здесь Мне надо быть на судебном заседании Через 5 минут Киржанов Вы меня слышите? Сейчас Само просто Что это получается? Да Чистой воды Оля О чем времени Меня задержали Мне Применили физическую силу Вместе с Людмилой Мы сидим На нас Хотят По два протокола На каждого Оформить Опа Ага Делал Замезу что ли? Да Вон там где Пост охраны Короче Там Ты Это Елене Петровне Сообщи Что я Задержан Против Моего Ли Да Пускай Примет меры Пускай Даст Прямые указания Киржанова Чтобы меня Отпустили И дали По присутствию На заседании Хорошо Под видеозапись Давай 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 Так Мужчина Выходим Я совещательный Вы куда идете Я хочу сказать Что задержали Людей внизу Киржана И телефон Уберите Цирку Все Да Попустим Угу А еще Сейчас поднимайтесь На заседание Угу Идите Поднимайтесь Выходите Паспорт дайте Пойдем Она не заходит Она не заходит Почему Потому что она не участник В своем процессе Она слушатель Посадите Слушателя Ну что вы меня опять толкаете Нет Слушателя Не обязательно выйдет Вы административно задержаны Вы административно задержаны Понимаете Вы составили Вы допустили правонарушение Кто сказал что я снимаю Ну что вы мой телефон Знаете Меня судья пригласил В судебных помещениях Съемка не ведется Меня Меня Елена Петровна Пригласила Вот я иду И что вам не препятствует Людмилу сейчас прессовать будут Она одна там осталась Вы чего женщину закрыли Она сейчас Она себя плохо чувствует А мы ей поможем Не переживайте Говори что сопровождающим Попробуй пройти Если не получится С той стороны окном Снимай на видео Леха Беспредел Вообще Людмилу одну там оставили Полицию вызывать надо Вызывает Незаконное удержание Она является слушателем В процессе Ее удержит Что-то вообще Какое-то беспредел Ее сейчас там доведут У нее сердце остановится И скорую надо вызывать После Елены Петровны А, что Елена Петровна Я ей запретил Я опровергнул все презумпции Она не опровергла Я хотел выйти из здания Она за меня И Людмилу задержал Елена Петровна Елена Петровна А что за беспредел творится? А? Меня только что Кирзанов задержал Нет А основания какие-то задержали? Он не называет Он говорит Предъявите паспорт И тоже основания не называет Ну, основания Что-то выписали По холоду Что-то выписали Знак Так он не называет Что я нарушил? Нет На основании чего Отмечательный жан Будет вам Управить Обжалование Если нет Есть Уже спрещение По холоду Отвращайтесь А это вы дали указание Ему задержать Я причем Я в совещательной Сидела Опрегули А кто дал указание Меня отпустить? Я Потому что у нас Процесс У нас же Ну так вы же Сидели в совещательной комнате Раз вы дали указание Меня отпустить Вы могли дать Я вышла Никого нет Поэтому у меня вопрос Какой Я даже Сидели в совещательную Сидели в совещательную Отверстие в новоцерковном Плесец Утфом Сидели в народе Воздушенном Возначении Сидели в совещательном Продолжение следует... 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 по конкретному делу, вместо кинута нарушения федеральной законодательной непосредственно не включил соответствующий переговор участия этих лиц в рассмотрении того же дела. В основании для отвода судьи, вопреки до того, возложенные вводы и сливления об отводе генеративных судов, в заверии судьи усматривают, поскольку какой-либо предмоги до последней заинтересованности судом не установлен. Вопрос о полностью действительности судьи, и иметь нерешение поделок, не входит в педальцию. Улицаренные решения, которые ведется в производстве заднего общественного правонарушения, что не лишают последнего оправа обжаливают как промежуточные решения поделок, так и целого решения поделок. На основании сложного для оборудования 17.24.4.2011 в советском судьи правонарушения российской федерации первой судья заделок позволить его оказать у вас, удовольно поверенно более осведения за проделок А вы не подскажете, почему Киржанов не... Киржанов это кто? А? Киржанов это кто? Это кто? Кто? Это якобы судебный пристав, который здесь уйдет? Я по ней не знаю, по-моему. А, не знаете? Конечно, нет. Вот у него какая-то избирательная позиция. Испомните, за действие судебных приставов исполнителей я вам рассказать о чём. Ну вы же какое-то влияние имеете на них? У них есть вышестоящие руководства, поэтому они... Не, ну влияние-то у вас есть. А что вы хотите? А? Что вы хотите? Он меня не отпускал, пока вы не позвонили. Потому что мы у нас рассматривали и церкви. Так я вам то же самое говорил, он не реагировал, пока вы не сказали. Чтобы не нарушать ваши конституционные права на рассматривание. А-а-а. Так получается, только... Когда судья звонит, всё по звонку решается, по понятиям, да? Не по понятиям, нет, но... Ну как по понятиям? Я ему то же самое говорил. Вы нарушаете мои права, у меня сейчас судебные заседания... У вас вопросов не было, почему я огласила то без вас, или рассмотрела это без вас. Поэтому правильно же было с вашей печати плюсом. Конечно, обязательно. В отношении вас... Не меня, а персоны, Булгаков Антон Николаевич. Я-то живой человек, не путайте, пожалуйста. Совершенно верно. Благодарство. Я вас не слышу, говорите громче. А в стоятистном дело, может быть, уже перейдём? Конечно, обязательно перейдём сейчас. Значит, отвод вы сами себе не удовлетворили, да? Да. А в чём вы не будете выяснить, соответственно, что... А вам не страшно на опасных лифтах ездить? Какое это отношение? Да так, вопрос слух. Так, выражение номер два. Вы мне скажите, вот я сейчас оглашу очередное выразъявление и хочу всё-таки сходить в туалет и где-то попить воды. Вы этого не сделали? Нет, конечно. Нет? Я был тут же задержан вот этим Держановым, который сказал, я вас сейчас задержу и занесу в кабинет, как вещь. Так и сказал, занесу. Вы считаете приемлемым такое поведение? Вы сейчас еще снимаете. Вот сдержитесь? Нет, вы мне поясните. Вот я сейчас завели возражение, да? Вот тут, в принципе, есть варианты рассмотреть вашу схему. Вы сказали заявить всё сразу, а потом вы удалитесь и рассмотрите, правильно? А где гарантия, что вот сейчас там вот эти вот протоколы, он там говорит, сейчас вызовем полицию, повезём вас в отдел номер два устанавливать личность? У нас же рассмотрение дела же не заканчивается, только рассмотрение ваших вращений и возможностей патологии, именно рассмотрение ваших данных. Вы еще не выяснили обстоятельства? Ну, конечно, так я о том же. Вот я сейчас в очередной раз попрошу перерыв, потому что я хочу в туалет, я хочу попить. Где гарантия того, что меня не увезут в отдел полиции? Вас препятствовать не будет? Ну, это другой пристав, это Сергачёв, а тот Киржанов, он вообще невменяемый, по моему мнению. Если вам говорить, что нас препятствовать не будет, то это вы попьёте, то это вы попьёте. Вы даёте гарантию, что он не будет нас препятствовать? Я хочу довести в судебное заседание до конца, сходить попить, в туалет, на улицу подышать воздухом, потому что в маске уже кислородное голодание возникает. И вернуться сюда, чтобы дочитать сеть выхода от теста. Вы даёте гарантию, что это будет выполнено? Что меня не повезут в отдел полиции звать, чтобы затянуть процесс? Давайте будем искать, что, опять же, ограничены по времени. Так я из этого и скажу. Мне нужны какие-то гарантии, иначе что мне делать? Мне же нужно как-то принять решение, либо одно защитное, либо всё сразу, либо что-то придумывать, либо своих соратников сюда вызывать, чтобы они что-то предприняли. Зафиксируют хотя бы на видео весь этот, беспредел. Так у меня вырывали только что видеокамеру и телефоны из рук. Не сейчас же тебе не умеют. Сейчас нет. А, ну что? Слушай, беспредел вообще. Я зачитываю, я зачитываю. Переходим где-то к процессу. Воле заявления, возражение номер два, на действие судьи. Судья в кавычках. Так, до судебного заседания судебного процесса, через канцелярию Сургутского мирового суда 19-10-20-го было подано ось заявления об отстреблении в 12-х документов, заверенных надлежащим образом, подтверждающих лично-то должной полномочии лица короля, называющегося судью. Так, это я зачитывал. Данные документы, заверенных надлежащим образом, не были пределами полном объема соответствия законодательства. Не были даны черпающие материнное объяснение относительно непредставления документов, подтверждающих личность, должности полномочия лица короля Елены Петровны, называющие себя судью. Не были даны черпающие мотивированные объяснения, на каком основании может возникнуть доверие, и на каком основании следует доверять лицу короля Елены Петровны, называющиеся себя судью и не предоставившие документы, подтверждающие личность, должности полномочия, в полном объеме, в соответствии с законодательством и согласно возражению номер один. Не были даны исчерпывающие мотивированные объяснения, на каком основании материалы дела с многочисленными нарушениями, протокол оформлен на несуществующую персону с недействительным паспортом, не были возвращены на доработку. Не обоснованно было отказано в удовлетворении отвода номер один лицу короля Елены Петровны, называющей себя судьей. На основании выше злознанного и руководствуясь действующим законодательством 1. Возражая и выражая свое несогласие с отказом дать исчерпывающие мотивированные объяснения своим действиям согласно возражению номер один и необоснованностью и немотивированностью отказывают в удовлетворении отвода номер один. Номер два. Требую дать мотивированное объяснение относительно отказа в удовлетворении отвода номер один лицу короля Елены Петровны, называющей себя судьей. 3. Требует приобщить данный документ к материалам дела в качестве письменного доказательства, без ущерба, без акцепта, без оборота на собственность 21 сентября 2020 года, под принуждением человек-мужчина Антон, подавшую ответственность. Это возражение номер 2 на действия в суде. Не согласен с отказом дать исчерпывающее мотивированное объяснение своим действиям. Там одна строчка добавлена, про отвод номер 1. Про отвод номер 1, мне кажется, дать мотивированное объяснение относительно отказа в удовлетворении отвода. Я вам сейчас определение только что огласила, поэтому я же в определении показала. Меня не устраивают эти объяснения. Вы не привели ни одну норму. И вы не пояснили, что не разбили мои мотивы, что вы заинтересованы и, возможно, ходите в сговоре с ООО, УК, ДСВЖР и жилнадзор. Это у вас такая позиция? Это мое предположение. Вы его ничем не разбили, ничем не аргументировали. А то, что вы не согласны с моим решением об отказе от удовлетворения и ходатайства, это ваше право. Вы можете как согласиться, так и не согласиться. Я вот и подаю возражения, я возражаю и требую дать пояснение. Поэтому я не зря его в отделении вам и объяснила, что в случае несогласия с итоговым решением вы вправе при обжаловании итогового решения, вы можете обжаловать и промежуточные решения, в том числе и об отказе от удовлетворения заявленного в плане Кабаркеста. В том числе и об отказе от удовлетворения. Поэтому считаю, что все-таки я свою позицию высказала. А то, что вы просите, что не в том объеме, не так, как вам хотелось бы это, я оценку своим решением праведовой. Безмотивированной. Есть у нас в вышестоящая инстанция, поэтому только там. Я от вас, как вы же называете себя судью, судья это должностное лицо, полномочное осуществлять право судья, по аналогии с ОПК. Так вот я от вас, как от должностного лица, коим вы назвались, требую мотивированно объяснить свои действия. Относительно отказа я вам еще раз говорю, что я вам объясню. Ну, хорошо, я вас услышал. Возражение, вот это, текучие данные ходатайства в воле заявления, возражение номер два на действии судьи, в кавычках, вы его удовлетворяете или отклоняете? По какой? Вот это вот, где вы просите, в котором вы просите объяснить вам относительно мотивированное объяснение, относительно отказа от удовлетворения? Да, да, да. Вы его удовлетворяете, вот это возражение номер два? Я вам удовлетворяю его и изъясняю причину, почему. Возражение подано в письменном виде, будьте добры, вынесите письменное определение. Нет, это в том случае, если отказывается, если в письменном виде, я удовлетворяю ваше податайство. Ну и чем вы мотивируете? И приобщают материалом дела и мотивируют тем, что раннее определение было вынесено по вашему полеизъявлению, возражение один на действии судьи, соответственно, в этом определении. Ну а мотив назовите, по какому, вот вы вроде как озвучили, а я не расслышал. Какие мотивы вы привели в качестве отказа, удовлетворения отвода? Вы считаете, что вы вообще ни лично, ни посленно, ни заинтересованы? Я вас вижу в первый раз так же, как и вы меня в первый раз. Ну и что, что видите? Мы с вами в нескольких делах уже пересекаемся, в трех как минимум. Я считаю, что это голословно. Голословно? Ну, то, что вы говорите, что я якобы заинтересована, что это делается. А вы мое видео видели? Нет. Не видели и не слышали даже обо мне, да? Ни разу? Поэтому я вас вижу в первую раз. А вы считаете, что вы обладаете объективностью и беспрессорственностью? А почему нет? Нет? Почему нет? Ну, потому что вы ничего не заметили в протоколе даже. Что у нас оставлено на другую персону? Я вам еще раз говорю. И в определении ранее вынесено, как ты делаешь? Я помню, помню. Бойко, да. О том, что до этого судьбы разрешаться судьбой при окончании замечательной. Ну, это она не заметила. Но вы-то тоже не заметили. При окончании вынесения, при принесении окончательного решения. Поэтому все нюансы, все это, все, конечно же, на это были подращены. Ясно. Давайте ближе к делу. Это наценка, да. Это этим обстоит. Я исчерпывающих пояснений, разъяснений, мотивированных объяснений от вас не услышу по поводу этого. Извиняюсь. Давайте я вам чуть позже перезвоню. Я не определением, а действием вашим. Пытайтесь переиначить все. Следующее. Воле изъявления, ходатайство, терротребования. В ходе ознакомления с материалами административного дела установлено, что в материалах дела имеется протокол 6604 номер 017-68-39-17-31 полицейского кинолога ОВПСП младшего сержанта полиции Хлебникова К.А. Объяснение от охранника Холькин ОВ, полученное старшим сержантом Левшин А.Т. При участии Анудинова или Ануринова Л.В. и Каширова И.А. Рапорт полицейского кинолога ОВПСП младшего сержанта полиции Хлебникова К.А. Протокол о доставлении номер 3098 составленный А.Нурин Ч.Ф. Или Анфилов, непонятно, Е.О. Паспорт подписан дежурным Д.Ч. Шергина А.М. Получение сообщения о происшествии куст номер 11-015 сообщением от Кузяти. Все документы дела, составленные, заполненные почерком, трудно читаемым и, возможно, перечисленные выше фамилии, написаны не точно. Принимаю во внимание, что показания данных должностных лиц, правоохранительных органов и охранников имеют существенное значение для правильного и объективного разрешения дела в руководстве с частью 1 статьи 25.1 К.А.ПРФ. Требую, первое, вызвать судебное сознание для допроса в качестве свидетелей, задуманников полиции, полицейского генолога О.В.ПСП, младшего сержанта полиции Хлебникова К.А. Старшего сержанта Левушина А.Д. Аноичев, в скобках Анфилов Е.О. Дежурного Д.Ч. Шергина А.М. Охранников МУВОФ и ГУП Атом охрана Фолькин О.В. Анудинова Л.В. Каширова И.А. Кузякин. Рассмотреть адаптации требований немедленно в случае отказа удовлетворения данного адаптации, немедленно вынести письменное мотивированное определение с удержением разъяснения. Часть 2 статьи 24.4 статья 29.12 К.А. Третье. Приобщить данный документ к материалам дела в качестве письменных доказательств. Без ущерба, без акцепта, без оборудованной собственности до 1 октября 2019 года. По принуждениям человек-мужчина А.ТОН под Вашу ответственность. Будьте добры. И еще, может быть, еще по поводу признания недопустимых доказательств. Будьте добры. Да, это отдельная доказательств. Давайте сразу. Уже столько материалов дела прошло, поэтому попросите пригласить в судебное заседание, я так поняла, сотрудника возбудившего дела административно-мужчина, не свидетелей, да? Всех полицейских, которые участвовали. Один протокол составил, другой протокол административного проношения, второй взял объяснение у охранника, третий, что-то там, а, протокол для доставления составил. И еще два охранника участвовали, еще один охранник. Ну, все, кто были. Всех, да, кто так или иначе расписался в материалах дела. Заняты, кто были при оформлении протокола, вы бы спросите. Там все перечислено, вы читаете. Все книжки просите. Вы мне скажите сразу, вы себя удовлетворите или отказать? Что там? А? Будете вызывать свидетелей, нет? Совершительно, примите. А, вы примите там, да, решение? Ну, я думаю, я и прошу, давайте, может быть, еще какой-нибудь указательство, просто касаемый материалов дела, неполноты, непрочности. Нет, свидетели очень важны, я не хочу нарушать порядок. Я понимаю, что свидетели важны, но я у вас очень часто спрашиваю, может быть, у вас материалы, вообще, как перечислено заявление, как перечислено заявление, то есть, как перечислено заявление. И все, чтобы терять разрешение, если бы у вас была хороша. Дайте минутку, позанте. Угу. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Нет, я не хочу нарушать порядок. Сейчас вы удалитесь защищаемую комнату, правильно? Я могу выйти на улицу? А? Можете вы. Меня Киржанов не задержит. Примерно на 10 минут. То есть, вы с условием скажете, что вы к нам вернуетесь. Я хочу сюда прийти через 10 минут. Но там судебные приставы... Приставы вам сказали, что вы с препятствием... Ну, это другой пристав. Вы начальник Киржанов? Вы можете отвечать за его действие? Нет? Ну, вот видите. Я сейчас пущусь, меня задержат, отвезут в полицию номер 2 и понеслась. А там начнут с 19.3 вменять, как они всегда любят. У нас вы меняете свои странные поделы, то это не задержит. То есть, раз не будет, что вы меняете. Вы можете это гарантировать? Я не могу. Что? Я у меня есть в чайтернаторных для разрешения заявления в полиции. 15 минут у меня есть? Нет. 10 минут. Что? Нашли не идти. А что, если что? Я приду, закричу хруп. Куда придешь? К Елене Петровне. А, Елена Петровна ничего не решает. Ну, решил уже первый раз. Пойдем, короче. Это что у вас киржанов-то? Киржанов вообще без свидетельщика. Он без свидетельщика. Вообще. Они сами от него, видишь, издыхиваются. Я пойду выйду на 10 минут. Хорошо. И зайду. Да. Вы можете пройти со мной? Конечно. Пойдите. Будьте добры. Да неважно, что с ним делали. Зачем? Вот что я ему сделал? Что он такой злой-то? Ну, вы понимаете. Где Людмила? Скорая была. Скорая? Сейчас полиция приедет. По чьей души? Я разы. А, правильно. Незаконное удержание. Я пойду выйду. Вон она, сюда. Так, здесь нельзя туда пришли. Хорош, вот к вам вообще никаких претензий. Вот киржанов что-то вообще творит непонятно. Ты веришь, нет на каком-нибудь корпоративе, у него все-таки секут. Девчонка не будет в этом делать? Как-то, наверное, джейнг, если он не выдвижит, то все что-то столько до. Придя, Бог. На, за. Выходи. Вы же меня знаете, я вообще ни разу не беспрежден. Всегда культурно-вежливо общаюсь. Да, мы с вами же так же будем вежливать, да? Ну, вы-то, да. А киржанов что-то вообще? У него какая-то личная неприязнь, что ли? Нет, ну, это коммунциональный, младитель. Думаешь? Не в туалет, не попить воды, ничего не дал. Мы предоставили воды, предоставили. Уборная, пожалуйста. Где? Где вода? А где кулем с горячей, холодной? А где кулем? Вызываю свидетелей? Мы вызываем. Отлично. Я обязательно предоставить, когда я не могу. Вы же собираетесь отложить судебное заседание, правильно? Да. А я бы хотел заявить еще ходатайство. А отложение судебное заседание перенеси на позже. У меня еще есть ходатайство, которое тоже требует отложения. Ну, ну, давай. Ну, в общем, вас не надо. Благодарству. Так, не помимо этого, Антон Николаевич. Я вам хотел сказать... Это не я. Я человек-мужчина, Антон. Может, вам пришли? Человек-мужчина, Антон. Хорошо. Первая буква О маленькая. Переходим к следующему. Перечисленных в вашем воле заявлений по нашество требования. Поэтому, считая целесообразным, на обсуждение нужно все же поставить вопрос о направлении органов, составивший протокол к обеспечению государства, у главного Артона Николаевича. Соответствующий вопрос. Были ли, по будьи, если имели ли, то быть, все-таки, знали, позволяющие депутаты определенных рук, как зато. То есть, предупреждающие предъявления. Поняли, да? А, вы хотите проявить инициативу и требовать судебную экспертизу, типа, да? Нет. Запрос сделать судебный. Запрос судебный. Я только за. Давайте. А предоставление информации все-таки, потому что, исходя из ваших доводов, ну, не знаю, в ваших, в общем-то... Я позже предоставлю фотографию, доказывающую, что этих знаков нету на КПП-4. Ну, это все замечательно, но тем не менее, хотелось бы это... Ну, понятно, да. То я сфоткал, а то будет официальный запрос отца отсюда. Органы, непосредственно составившие протоколы, несмотря на правонарушение. Поскольку, опять же, исходя из проколы, имеют свое объяснение о том, что, чтобы улучшения не было, он согласен, остановился. Вообще, нет руководителя, не оказывает руководителя. Там, понимаете, ворота, они закрыты вот так, а они вот, их вообще не видно. Сейчас вы по фото увидите, я предоставлю. Поэтому, для того, чтобы принять законное обоснованное решение, мне вот необходимо правильно акцентировать внимание на то, что протоколы и основание все-таки для возврата не есть. Ну, тем не менее, с учетом того, что исполняющие обязанности мировой судьбы приняло, что я сгодил, что я сгодил, но мы будем сейчас. Ясно. Могу приходить к следующему ходу, то есть? Нет. Так, в уголе заявления об исключении объяснения. Так, 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 так. В ходе ознакомления с материалами административного дела было установлено, что административный протокол 6604 номер 017-68-39-17-31 от 08-08-2020 составлен... Как, Антон, вы хотите сейчас еще одно заявление по данным? Да. А, вы исключение, как доказательство? А, вы исключение документа, который не имеет юридической силы и... Нет, я прекрасно вас поняла, просто сейчас у нас я разрешила ваше правительство, а вызову в судебное заседание следить. В этой связи мы судебное разбирательство откладываем. А мы можем его на это позже откладывать, потому что у меня еще есть... Нет, то есть вот это все, что вы можете поделить в следующем судебном заседании. Я бы хотел в этом, вы же сказали в самом начале, что это хорошо. Нет, все, мы откладываем. Я бы у вас еще быстрее получили дополнительные информации, с учетом того, что ваше... Ну и такие ходатайства есть. Ну, просто вы говорите о том, что у меня будет ходатайство об окружении, которое требует окружения. Да, да. Есть такие, они чуть больше будут. Давайте вот по этим ходатайствам пройдемся, чтобы непосредственно, чтобы... Для чего откладывать? Это распределывание дополнительной информации? Да. Какой цель? Какой? Что вы хотите, что вы хотите? Выписку игры, которая доказывает, что происшествие произошло на земельном участке, которые, там вот идут ЖД-пути, двойные переезды, и сразу за ними, получается, вот этот КПП находится. И получается, по выписке, по официальной карте Росреестра, получается, что и сам КПП, и ворота, и ЖД-переезды, это все на одном земельном участке, вот, который идет длинный такой вдоль ЖД-пути. То есть меня, по сути, остановили на территории общественного места. То есть территория, которая никак ничем не огорожена, ну, как могут ЖД-пути быть огорожены? Это получается, каждый пассажир, который проезжает в поезде, он, судя по логике охранника, нарушает опускную решимую зато. Так получается? Это отсутствие. Здесь требуют выписку, да? Да, выписку из ЕГРМ. Давайте, цепи, западательские передачи. Сейчас, секунду. Так, поймем, пожалуйста. Так, исключить акт. Нет, исключить, тогда давайте говорить следующий вопрос. Приобщить вот это доказательство. Давайте приобщим. Вот давайте с них начнем. Потому что это самое главное. Так. Воль заявления о приобщении вещественных доказательств, видев фотографии. Я и так очень коротко составил. Я бы мог расписать. Вот одна, полторы страницы. Просите приобщить материалы дела. Вход подать? Нет, я зачитаю полностью. Извините. Имею право. Так. В протоколе 6604 номер 017-68-39, дробь 71-31 от 08-08-2020 указано обстоятельства, не соответствующие фактическим обстоятельствам. Так, в протоколе указано, что на КПП-4, находящемся по адресу улица Чурина, 27, город Новый Уральск, троеточие, гражданин Булгаков Антон Николаевич, незаконно находился на территории Затонного Уральска. В кавычке закрывается. Исходя от общедоступных данных и данных Росреестра, здание с адресом город Новый Уральск, улица Чурина, дом 27, находится на земельном участке с кадастровым номером 66-57-01-02-07-3-2, у которого не определены адрес, категория земель, форма собственности и разрешенное использование. Приложение номер 2. По фактическим данным карты Росреестра, здание КПП-4 находится на территории земельного участка, относящегося к железнодорожным путям, доступ к которым свободен. То есть, по факту, въезда и проникновения на территорию Затон города Новый Уральска не было. Заборы ворота КПП-4 не имеют каких-либо признаков закрытия территории. Нет шлагбаумов. Ворота в обе стороны не окрашены в яркость цвета, открыты полностью на 90 градусов и почти невидимы для участников движения. Давайте я вам сразу передам, чтобы рассматривать. По фотографиях, смотрите, можете посмотреть. Ворота в обе стороны не окрашены в яркие цвета, открыты полностью на 90 градусов и почти невидимы для участников движения. Отсутствуют какие-либо вывески с предупреждающими надписями, типа закрытая зона, водитель предъявил документы, зона действия КПП. Въезд строго по пропускам и так далее. Данный КПП-4 находится сразу после двойного переезда через две железнодорожные линии. Данный ЖД-переезд оборудован двумя шлагбаумами. И общая картина КПП-4 выглядит как обычный переезд через ЖД-пути с маленьким одноэтажным зданием, похожим на здание железнодорожного пласта. Это вот эта фотография. Вот там все видно. Ни одного знака. Как следует из приложенной план схемы, приложение номер 5. Фактическое место остановки велосипеда по первому требованию охранника находится на прилегающей территории ЖД-переезда, на расстоянии в 26 метров от границы территории ЗАТО. Данный факт доказывает отсутствие событий из состава правонарушения. Принимаю во внимание, что данная информация имеет существенное значение для правильного объективного разрешения дела и на основании высшей должного руководства с действующим законодательством РФ требует приобщить к материалам дела в качестве вещественных доказательств. Первое. Фото КПП-4 со стороны ЖД-переезда на одной странице. Второе. Фото предупреждающих знаков на других КПП города Новурадска на трех страницах. Дальше вот примеры. Такие должны быть вывести. Да, вот это другой КПП, это не КПП-4. Я не там. Нет, вот. Вот КПП-4. Я вам показываю на видео, что вот это КПП-4. Нету никаких знаков абсолютно. Даже стоп, сигнала нет. Высоком или куда так что-то слышите? Вот я ехал вот здесь вот проехал. Вот здесь вот по обочине я поехал вот так. Ну смотрю, ну, какой-то вот, какая-то труба. Похоже на какой-то склад, на какой-то магазин. У нас в Рубите полно вот таких вот, как сказать, конструкций, ферма, я не знаю, как ее назвать. Я понятия не имел, что там есть какой-то закрытый город. У нас в Рубите тут... Я впервые там был, я вообще понятия не имел. Я бы скатался на велосипеде. А дальше вот примеры с зоны действия КПП. Въезд строгой по пропускам. Это другой КПП. Это не КПП-4. Вот, водитель, предъяви документы. Это тоже не КПП-4. Просто, чтобы мы не запутались с вами, где-то что относится конкретно к обстоятельствам, что нет, какие отходы они доставлены. Так, давайте я подпишу? Да, давайте. Ну, дальше понятно. Так. Заметьте, все КПП выглядят совершенно разным образом. Нету ни единого стандарта. Я подписанного варианта вам одержу. Номер два. Фото предупреждающих знаков на других КПП города Новоуральска на трех страницах. То есть, всего представлено четыре фотографии четырех разных КПП города Новоуральска. Все они выглядят по-разному. И то КПП-4, на котором произошло происшествие якобы, там вообще никаких знаков нет. Номер три. Скриншот сайта Росреестра с информацией о земельном участке 66-57-01-02-07-3-2 на одной странице. Четыре. Скриншот кадастровой карты с сайта Росреестра земельного участка 66-57-01-02-07-3-2, на котором расположен КПП-4 на одной странице. Пятое. План схемы места происшествия с фактическим отображением места событий на одной странице. Это я уже сам нарисовал. Видно, да, там, где начинается зона зато? Да. Вот там видно, как я следовал, желтая линия, это путь следования ВООС-5. А расстояние до границы 26 метров? Да, я не доехал до этой границы, 26 метров. И остановился по первым требованиям. Дальше территории КПП не проникал. Так, шесть. Скриншот сайта МВД в России с фактом недействительности паспорта номер такой-то на одной странице. Это вот тот паспорт, на который составлен протокол. То есть несуществующая операционность с несуществующим, с недействительным паспортом. Ну там написано за это, выдан заменой. Да, да, да. Но по факту он сейчас недействительный, этот документ. И номер отличается. Это факт. Так, требую приобщить данный документ к материалам дела в качестве письменных доказательств. Без ущерба, без акцепта, без оборота на собственность. 21 октября 2020 года под принуждением человек-мужчина он тонн. Под вашу ответственность. Без ущерба вам предоставлено. Для обходательства вашего оборота лечения мы приобщаем. Сделайте перед нами вами. Оборота лечения и приобщаете, да? Да, пожалуйста. Так, дальше что? Более заявление о приобщении вещественных доказательств, об истребовании вещественных доказательств, выписки ЕГРМ. Коротко. Исходя из общедоступных данных и данных сайта Росрееста, здание с адресом города Новоуральск, Чурина 27, находится на земельном участке, казах, с которым новым такой-то. Выдорованный и определенный адрес, категория земель, форма собственности и разрешенные использования, приложенные номер 2. По фактическим данным, карты Росреестра здания КПП-4 находится на территории земельного участка, относящегося к железнодорожным путям, доступ к которым свободен. То есть, по факту, въезда и принятия на территорию ЗАТО города Новоуральск не было. Либо, следуя логике протокола, все пассажиры, проезжающие по ВЖД путям, расположенные на том же земельном участке, автоматически нарушают режим ЗАТО. Принимаю во внимание, что данная информация имеет существенное значение для правильного и эффективного разрешения дела на основании вышеизложенного руководства с действующим законодательством требований. Первое. Истребуете из Росреестра выписку ЕГРН по адресу Свердловская область, город Новоуральск, улица Чурина, дом 27. И второе. Истребуете из Росреестра выписку ЕГРН земельного участка с кадастровым номером 6657-01-02-073-2002, на территории которого расположен КПП-4 и прилегающая территория. Прошу обратить внимание, что в протоколе вообще не указано конкретное место совершения правонарушения возле КПП-4. На каком расстоянии? Может, я за километр от него был? Возле, наверное, подразумеваются где-то с всеми людьми. Наверное, хватит. Ну, наверное. Следуя такой логике, я сейчас тоже нахожусь возле КПП-4. И вы тоже. У вас приезд, наверное, не по Хмалу, а по-моему, на Луганске, он где-то в Челябинске. Я не знаю. Можете вы этот, Росреестра РФ направить. Ну, чтобы, опять же, все это побыстрее, затягивая, а непосредственно отреживая направление в Сатрос. Ну, я истребую, а вы дальше это. Нет, вы займете ходатайство, а суть, если вы истребните информацию, правильно, вы же обращаетесь в Сукушку к ним в свою очередь? Ну, если я из ОМВД требую какую-то справку, мне какая разница, в Свердловской области вы истребуете или в Сургутской области? Или вы самостоятельно будете истребовать? Нет, я хочу, чтобы суд истребовал. Вот, поэтому вы сейчас ходатайствуете от этого. Да. Вы приобщаете ходатайство к письменным мимикам. Суд в кавычках. Ну, да. Мне нравится ваша мимика. На вашем будет время. Поэтому препятствий не вижу, поэтому... Без ущерба, без акцента, без оборотов носов. Мы удовлетворяем, направим, с учетом того, что... Удовлетворяете, да? Удовлетворяем, да, и направим соответствующие запросы после места. Так, под принуждением человек-мужчина вон тон, подошь, ответственность. Будьте добры, пожалуйста. Ну, а по поводу исключить? Исключить уж давайте тогда в следующий раз, когда мы... А я бы хотел все-таки сейчас, у меня времени нету этим заниматься. Нет, мы обладываем в связи с тем, что вами поступили запросы, в связи со стремлением дополнительной информации и свидетелей, опять же, в этом необходимое время, ориентированное и свидетельное заседание состоится 16 ноября. Подождите, разрешено. 16 ноября. А сколько? 11-11. 0-0. Какой кабинет? 205 кабинет, в этом, в этом, в этом. Этот же зал? Нет, что ли? Какая-то 204? Ну, 205, так правильно. Так, ну что, не забудьте, сейчас пройдете, получите у секретаря повестку или нет? Что говорите? Повестку будете получать у секретаря судебного суда? Вы меня опять Антона Николаевича называли? Нет, Антон. Благодарская. Да, получу. Получу. Ну что, тогда пройдете сейчас у секретаря на 16 ноября, на 11 ноября. Секретарь, вам лучше полезно. Давай. Ну и будем надеяться, что наши запросы отработают, соответственно, что там какие-то ответы на запросы поступят. Ну а что касается свидетелей, я вам уже и объяснила. С учетом того, что, с учетом дальности расстояния, то есть, что все будут загружены, мы сотрудники полиции, насколько я понимаю, мы все-таки освещение в адрес направлено, но раздавать их ярко и обязательно. А мы можем их допросить удаленно через интернет-связь, через скайп? У нас нет такой технической. Как-то нет. Мы тоже. Организуйте. Поэтому вот, давайте посмотрим, сколько нам запросы подъедут, запросы придут. Сейчас мы не будем ни о чем загадывать, потому что, может быть, свидетели не смогут приехать. Неожидевременно делать ворву. Хорошо. Хорошо? Все хорошо. Благодарствую. Мало кто остался в светлом уме. Их не было. Что было, это, наоборот, которые люди хоть чуть-чуть поменяли. Только три и выдержал. Все испытания. Ну и я тоже. В лицах я не зачарован. Есть люди с регибридском здравом. А вот эти мы слабые. Я могу попить воды? Распишись, пожалуйста. А мне придется маску приспустить. Выпускайте, попейте. Можно? Давайте вы расскажите. Я могу попить воды? Конечно. А в чем проблема? Ну просто мне придется маску приспустить. А тут Киржанов говорит, он меня сфотографировал при выходе. Вот в таком состоянии. И говорит, что я без маски находился. Какая она? Ваша повестка. Ой, девушка, не злитесь, пожалуйста. Я не хотел вас разозлить. А, я не знал. Извините. Расписываться надо? Не надо. Вы запомнили 11-го? Да, да. Почему 11-го? 16-го вы сказали. Ой, 16-го. Играл 11-го. 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 Играл 11-го.